Мы меняем мир Мы историю пишем Вместе, вместе ты и я Все сложилось, как должно сложиться Звезды, люди, мысли, место, время Ты знаешь, знаешь все в твоих руках Мир заставим удивиться Наши сны в реальном измерении Нужно просто сделать первый шаг Каждый миг меняет нас И на пути Мы меняем мир Мы историю пишем Счастье, здоровье и света Вместе можем мы, ты слышишь Свежее стать духом и ближе Мы землю украсим своими мечтами Реальность изменив Мы историю пишем Вместе, вместе ты и я Когда ты поверишь В то, что ты можешь Нет у тебя преград Это время, когда все возможно Сделаем первый шаг Мы историю пишем Вместе можем мы, ты слышишь Мы историю пишем Счастье, здоровье и света Вместе можем мы, ты слышишь Мы сильнее стать духом и ближе Мы землю украсим своими мечтами Реальность изменив Мы историю пишем Вместе, вместе ты и я Вместе можем мы, ты слышишь Вместе можем мы, ты слышишь Иногда в груди шестое чувство За спиной твоей большие крылья Ты знаешь, что ты можешь все сейчас Ты летишь, ты ветер южный Открывая мира изобилия Ты знаешь, ты все сможешь в этот раз Каждый миг меняет нас и на пути Мы меняем мир Мы историю пишем Счастье, здоровье и света Вместе можем мы, ты слышишь Счастье, здоровье и света Мы сильнее стать духом и ближе Мы землю украсим своими мечтами Реальность изменив Мы историю пишем Вместе, вместе ты и я Все сложилось, как должно сложиться Звезды, люди, мысли, место, время Ты знаешь, знаешь все в твоих руках Мир заставим удивиться Наши сны в реальном измерении Каждый миг меняет нас и на пути Мы меняем мир Мы историю пишем Счастье, здоровье и света Вместе можем мы Добрый вечер, день, а где-то даже ночь Уважаемые друзья Лидеры Арифлейм Я рад вас приветствовать всех На нашем очередном мероприятии Это видеоонлайн мероприятие Которое происходит в рамках Онлайн академии Арифлейм И сегодня оно посвящено Видеомаркетингу в бизнесе лидера Арифлейм в том виде, в котором Скажем так, мы его можем применять И использовать для достижения Поставленных бизнес целей Прежде чем начать Давайте традиционно проверим Качество связи Я с вашего разрешения подсмотрю Так, вроде все отлично Если можно, друзья, в чате, пожалуйста Проставьте, все ли хорошо Все ли нормально слышно Так, у нас небольшая пауза Будет на то, что пока я это увижу Отлично, уже вижу Уже вижу плюсы Все хорошо Что ж, друзья, тогда начинаем Прекрасно, спасибо большое Спасибо, спасибо всем, кто нашел время И присоединился к нам сегодня У нас сегодня, друзья, очень интересная программа Будет небольшое выступление от меня Но она, в большей части, будет такое вводное Статистическое, теоретическое А дальше начнется сугубо практика Нас сегодня ждет традиционный С трех сторон взгляд на вопрос Видеомаркетинга Со стороны меня, как сотрудника Со стороны лидера, которого вы знаете Наверняка из анонса Лидера Арифлейм И со стороны внешнего эксперта Большого специалиста в своем деле Соответственно, подробнее я представлю его чуть позже Давайте же начнем Итак, видеомаркетинг в бизнесе Лидера Арифлейм Почему мы выбрали эту тему Сегодня для обзора После двух предыдущих Безусловно, все вы наверняка Ощущаете на себе Значимость и важность Актуальность, трендовость Такого события, как видео Как видеомаркетинг Связано это, в первую очередь Конечно же, с тем Что технически Наши возможности Окружающая техническая среда Серьезно возрастает Соответственно, меняются наши привычки Наши пристрастия Наши гаджеты Наши возможности И уже сегодня То видео, которое, скажем Еще 5-7 лет назад Было бы, может быть, немыслимо В силу тех технических возможностей Дорогостоящей техники Громоздности Громоздкости Или, может быть, сложности управления Сейчас все делается буквально Одним нажатием на кнопку С запуском камеры на телефоне И мы получаем практически Чуть ли не 4К видео Буквально на нашем смартфоне Ну и, соответственно, то же самое Со звуком монтаж Все это становится гораздо проще Быстрее А интернет Скорость интернет Интернет позволяет нам Тут же это все транслировать Обрабатывать, передавать, пересылать И так далее Если раньше мы еще Может быть, чаще всего Отправляли это ссылками Сейчас мы уже отправляем целыми файлами Особо там не заботитесь Если он составляет там 30-40 мегабайт Ну и, соответственно Онлайн вещание Вошло в нашу жизнь Настолько плотно и надежно Что, ну, буквально Мы себе уже, наверное, не представляем Жизнь без прямых эфиров Без связей Без скайпов И всего прочего И нам, как сотрудникам Как лидерам, да, компании Это все, конечно, очень сильно помогает Это ускоряет наш бизнес Это позволяет Очень, ну, оперативно Доносить информацию Качественно В том числе Меняет стиль подхода К нашему К рекрутированию И открывает новые возможности И мы, конечно же Не можем Как инновационная компания Оставаться в стороне И, безусловно Поэтому мы и включили Этот раздел В один из первых В рамках нашей Онлайн-академии Давайте Сначала Несколько расшифруем понятие Что такое Видеомаркетинг Видеомаркетинг Это набор приемов Подходов И мероприятий В целом Направленных на продвижение Товаров, услуг Или бренда Здесь нам актуально все И товары И услуги И бренд И бизнес С помощью видеоматериалов Целью которого В том числе Может быть И Что для нас Безусловно полезно Переходы на интернет Ресурсы Создание трафика Ну и, как следствие Естественно Рекрутирование Ради чего Все это и затеваем Изначально Давайте Посмотрим на Некоторые Выборочные факты О видеомаркетинге Их, конечно, очень много Но так Для того, чтобы Мы осознавали Где мы находимся В текущий момент В начале 2018 года Аналитики компании Циско Мировой компании Которая в том числе Занимается Веб-стримингом Они утверждают Что каждую секунду Каждую секунду Почти 17 тысяч часов Видеоконтента Пролетает Это Целых два года И так будет продолжаться До 2021 года Минимум В таком режиме И доля Видео трафика Составит Более 80% Уже прошлый год Ну пока еще Наверное Не все подвели итоги Уже Трафик Совокупный Он наверняка Приближается К этим цифрам Потому что Годом ранее Было Порядка По-моему 72 или 74 А темп Соответственно Только нарастает Большая часть Маркетологов Называет Видео Самым эффективным Видом коммуникации Компании Которые используют Эффективный Видеомаркетинг Растут Буквально на 50% Быстрее остальных То есть По общей статистике Пользователи Делятся видео В целых 12 раз Чаще чем постами Просто с текстом Или картинкой Соответственно Видео На странице Вашего сайта На которой Ведет контекстная реклама Увеличивает конверсию Конверсия Безусловно Влияет многократно Ну и так далее И так далее Я не буду все читать Лишь акцент Небольшой сделаю На том Что наибольшее количество Просмотров По данным Компании Вистя Занимает видео До 2 минут И я думаю Что наши Приглашенные гости В том числе О тайминге В своих выступлениях Поговорят Дальше Друзья Как можно использовать Видео в бизнесе Арифлейм Просто лишь Небольшой обзор Опять таки Чтобы определиться В какую сторону Мы движемся Это и презентация бизнеса Все больше набирает Обороты Презентация бизнеса На ютубе Или как Очень короткая Презентация Бизнеса в инстаграме Это безусловно Обучающее видео Сейчас Пожалуй Основной обучающий контент У нас лежит Весь в плоскости Ну или там На 90% В плоскости Ютуб каналов Канала Анонсы новинок Которые мы регулярно Записываем Как компании Которые делаете Вы как лидеры Бизнес изнутри Создание продукта Ответы на самые острые Вопросы Которые возникают И привлекают Внимание Анонсы мероприятий В последнее время Все чаще встречаешь На просторах интернета Сравнение Или предложение Сделать правильный выбор При продукте Или компании Обзоры продуктов Ну и естественно Используя наши Замечательные продукции Это лишь очень небольшой Список того Как применяется Видеоконтент В нашем бизнесе И в этом году Уже наметились Определенные тренды Их безусловно Немало Я провел Серьезную работу Перебрав их Очень много И по мнению Российских Видеоблогеров Видеоспециалистов И по мнению По мнению Иностранных В том числе И все они сходятся По большому счету В одном И мы об этом Чуть дальше поговорим При этом Безусловно Тут же возникает И виртуальная реальность Так называемая И 360 градусов Охват Нас это пока Наверное В меньшей степени Коснется Как людей Стоящих У Скажем так Уостоков бизнеса Может быть Лишь В каких-то частных Примерах Ну например Наверняка Вы помните Полугодовалый 360 градусов Видео Изнутри Лайнера На котором Проходила Золотая конференция Вот может быть В таком формате Потому что Конечно же Частным порядком Снять 360 градусов Видео Все-таки Пока еще Достаточно Сложновато Да и Востребованность Пока ее Конечно же С целью рекрутирования Такая может быть Большая Не такая значимая Поэтому мы поговорим Только о значимых Трендах Видеомаркетинга В 2018 году И главный Из них Безусловно Это Потоковое видео Это Прямое Вещание И подтверждений Этому немало И все наши Наиболее Популярные Самые популярные Самые трендовые Социальные сети Сервисы Инстаграм Фейсбук Вконтакте Ютуб Все они Уже Работают С потоковым Видео Если это Буквально 3-4 Может быть 5 месяцев Назад Еще Кто-то Пытался Только включиться Сейчас уже Все У всех Есть Функция Потокового Видео Потому что Скорость И актуальность Она Соответственно Быстро Улетучивается Теряется Те видео Которые записаны 3 месяца назад Они уже Чаще всего Воспринимаются Как не особо Актуальны А потоковое Вещание Онлайн Вещание Самое главное Прямое Не Не отретушированное Не отредактированное Истинное Искреннее Вещание Потокового Видео Все больше И больше Становится актуальным И более того Даже друзья Здесь В дополнение Скажем К этому тренду Хочется отметить Что даже Записи эфиров Именно прямых Эфиров Популярнее Чем просто Подготовленные Видеозаписи То есть Посмотреть Записанный прямой Эфир Где опять же Есть ощущение Того что Будет натуральность Будет естественность Будет возможно Какие то ляпы Но они будут настоящими Живыми Они более Востребованные Аудитории Чем просто Подготовленные Отретушированные Хорошо там Отредактированные Записанные Видео По этому потокового Видео Если вы еще не освоили Друзья Осваивайте Как можно Быстрее Включайте И не стесняйтесь Используйте В самых различных Проявлениях Поверьте Та искренность Та натуральность Которую вы Донесете С помощью Потокового Видео Она превзойдет Возможные Ляпы Или не знаю Ту атмосферу Возможно Которую вы Может быть Не стесняетесь Или у вас нет Идеального фона Или нет Идеального освещения Все это Может быть Менее важно Чем сам посыл Чем основная Суть Потокового Видео Это тренд Главный И из него Соответственно Вытекает Тренд следующий Этого года Это использование Видео в инстаграм Потому что инстаграм Сейчас все делает Для того Что мы использовали Видео Они увеличивают Соответственно Тайминг Они позволяют Вести прямое вещание Записи эфиров Охранять Транслировать Все что угодно Подключать Выступающих По несколько выступающих Соответственно Могут быть Интерактивность Какой-то добавляют Соответственно И я не удивляюсь Не удивлюсь Если в каком-то будущем В каком-то скором будущем А кстати говоря Stories Которые Они позволяют Сейчас не только Собственно В самом инстаграме Но и в том числе Транслировать их С фейсбуком Как некое единое Коммерческое пространство В общем Инстаграм делает все И соответственно Если сейчас Большинство контента Все-таки Пока еще фото То соответственно Все сходятся за тем Что видеоконтент Будет все так же Постепенно Вытеснять фото Контенты Поэтому Если вы еще Не включили Соответственно Видеоконтент В производстве Видеоконтента Ваш ведение Инстаграм-аккаунта То нужно начинать Это уже делать Потому что Это безусловно Востребовано Более того Формат Stories Является Самым востребованным Самым быстро растущим В настоящий момент Как элемент Видеоконтента В инстаграме Заранее есть какие-то Может быть наброски Или есть какие-то идеи И не приходят Совсем-совсем спонтанно Хотя спонтанные Stories Безусловно Тоже в цене И следующий тренд Друзья О котором стоит поговорить Это наверное Скажем так Чуть забегая Может быть Вперед уже В технологичность Это интерактивность Все сходятся в том Что видео Это круто Живое видео Еще круче Но еще круче Чем живое видео Может быть только Живое интерактивное видео А значит Голосовалки Возможности Чатиться Возможности Комментировать Возможности Голосовать Возможности Как-то максимально Приблизиться И получить Обратную связь От своих Соответственно Зрителей Поэтому Инстаграм Добавляет Всевозможные кнопочки Опросы Поэтому Собственно Все больше и больше Появляются возможности Для Соответственно Обмена Информацией Или приглашения Участников Соответственно Интерактивность Это третий И Один из тех Наверное Пожалуй Наиболее близких Нам Как Бизнес Партнером Или там Соответственно Сотрудником В том числе Компании Арифлейм Участником Большого Глобального Бизнеса Который Соответственно Будет Использовать Безусловно Активно Все больше и больше Видеоконтент Поэтому На это тоже Обратить надо Внимание И Соответственно Не Пренебрегать Тими техническими Возможностями И как можно Быстрее Их осваивать И включать Вот друзья Это вот такой Небольшой Теоретический Статистический Взгляд На Видеоконтент В качестве Вступления Надеюсь Он Скажем так Разжег Ваш интерес И сейчас Соответственно Я готов Уступить Свою Интерактивную Площадку Опять же Видеоконтент Наиболее Популярный Который В дальнейшем Просмотрит Не одна тысяча Зрителей Я В этом Уверен По статистике Соответственно Мы Собственно Сейчас тоже Занимаемся Генерацией Того же Самого Видеоконтента Вот И я Друзья Хотел бы Передать Свою Интерактивную Площадку Место У микрофона Так сказать Опять же Сделать Это Дистанционно Лидеру Золотому Директору Компании Reflame Из города Энгельса Которая Честно говоря Меня поразила Тем уровнем Ну наверное Своего профессионализма Введения Своего Как Инстаграм Аккаунта Так И Ютуб Своего Канала Количеству Подписчиков Которая Перевалила Что там Что там За 13 тысяч Это практически Ну вот Я сначала Честно говоря Даже опешил Я думал Это какой-то СММ СММ Какой-то лидер Да Какой-то СММ бизнесмен Который занимается Продвижением Раскруткой Нет Это наш лидер Это Золотой директор Компании Reflame Из Энгельса Повторюсь Это Яна Бельская Которая сегодня Расскажет нам Исключительно Практичные вещи О том Как она рекрутирует С помощью Ютуб Канала Соответственно И всем Я советую Заглянуть к ней На ютуб канал И посмотреть Насколько качественно Она это делает Яна Я готов Уступить тебе Площадку Пожалуйста Забирай слово Все Но я не вижу чат Это нормально Потому что я не вижу чат Это ничего Что происходит в чате Если да Напиши мне пожалуйста В инстаграм И я начинаю Сразу могу сказать Что мне дали Рекордное количество Времени И сказали Вот у тебя есть Ровно 30 минут Поэтому ребят Я буду Очень быстро Говорить А так как я не вижу Ваши вопросы Значит тем более Буду говорить Монологом Сплошняком Итак Я понимаю Что Пока нет Мне ответа Секунду Как Я понимаю Что Я вижу Если Слышно А я В том Как можно Рекрировать С помощью Ютуб канала Интересная Очень тема На самом деле Да Я разделяю 5 китов Ютуб канала Ниша Как инструмент Рекрутирования А потом Дальше Момент Как записать Своё первое видео Следующий момент Продвижение Ютуб канала При помощи Сеозаголовков Описаний И тегов Четвёртый момент Про который я расскажу Это И пятый момент Про который я обязательно расскажу Это Топ 12 основных Ошибок Начинаем На самом деле Прежде чем Начинать Вообще Создавать Свой канал Да И Заполнять его Каким-то контентом Нужно понимать Что Нам Нужно Выбрать Нишу И именно Ниша Будет Определять Инструменты Рекрутировать По большому счёту Для нас В сетевом маркетинге Есть одна классная ниша Эта ниша Конечно же Обучалка Как зарабатывать деньги В интернет Но На самом деле Сейчас Если вы введёте Запрос Как зарабатывать деньги Вы увидите Миллион каналов И пробиться Новичку Именно в этой нише Если он будет себя Позиционировать Только как зарабатывать Деньги Да Только это Очень сложно Поэтому Я для себя Взяла Поднишевание Смежную Нишу С заработком В интернете Для меня Это стало Конечно же Это копирайтинг И конечно же Это инстаграм Да Продвижение в инстаграм И копирайтинг Когда я выбрала Свою нишу Я прописала Это конечно же В своей шапке То есть В оформлении шапки Если вы посмотрите Зайдёте на мой канал То будет конечно же Вас встречать Такая замечательная шапка Где написано Что я продвигаю Инстаграм Я влюбляю в тексты И я делаю Бизнес интернет И конечно же Я представилась Да Меня зовут Яна Бельская Итак Канал В первую очередь Да Вот важно помнить Вы делаете Для людей Основная ошибка Канала Да Это делать Ради реги То есть Вы считаете Что канал Это инструмент Рекрутирования Создаете ради этого И такой канал Он обречён на провал Потому что В первую очередь Канал он должен быть Для людей Чем мы И отвечаем В этом случае Когда берём Подмешивание Да Чем мы можем Быть полезны Например Я могу быть полезна Тем что я рассказываю Как я продвигаю Инстаграм Как я влюбляю в тексты Какую боль Я могу решить Я могу обучить Как грамотно Составлять тексты И прописать Свою целевую аудиторию Три вот этих совокупности На пересечении Трёх совокупностей Вы выберете Правильную нишу Для себя На вопрос Чем мне Выберёшь Нишу Если я могу Болтать только О бизнесе Я повторю Свой ответ Про то Что если вы будете Болтать только О бизнесе Очень сложно Чтобы ваш канал Продвигался И очень мало шансов Что вне Нашем сетевом бизнесе Ваш канал Будет востребован А смыслом Если будет канал Просто как вы сможете Рекрутировать Свои иши Это невозможно Поэтому помните Про то Что обязательно Нужно выбирать Поднишивание И самый важный шаг Вы определяете Симончику на годы То есть не на один Единственный день Вы определяете На годы И важно Ответить Для себя на вопрос В чем хотели бы Вы развиваться В чем вы уже Добились успеха Напишите Самый громадный Список Возьмите Прямо Не помните С 30 50 60 70 Пунктов Напишите И на пересечении Вот в чем бы Вы хотели развиваться И в чем бы Вы уже Добились успеха Как раз И будет та ниша Про которую вам Нужно рассказывать Четко Доступно И понятно Пропишите У меня на пересечении Оказалось Когда я выбирала Нишу для Инстаграм Как инструмент Для рекрутирования Я подумала В том Что самое лучшее В чем я научилась Разбираться Когда я пришла В компанию Я не знала даже Как директы писать Если отмотаете Мои ленты На полтора года назад Вы поймете О чем я говорю У меня там Самый лучший пост был Много мяса Вкусно Но я поняла Что мощные инструменты Для того Чтобы расти Расти не просто До уровня Золотого директора А расти дальше Это конечно же Грамотно оформленный контент Это умение Продвигать Свою Инстаграм И это умение Правильно Донести свою мысль До наших читателей И это И сказала меня В том Что моя ниша Это продвигаю Инстаграм Влюбляю в тексты И делаю бизнес В интернете Четко Понятно И доступно Когда вы приходите На мою страничку Вам понятно Что будет На моей страничке Вопрос Я обязательно На этот вопрос Отвечу Чуть позже Почему позже Потому что Почему позже Отвечу Потому что Есть некоторые моменты Которые требуют Сколько Вопросов Мне поступило Сколько регистраций В каталог У вас с Ютуба Чуть позже Итак Второй пункт Самый важный Это как записать Своё первое видео Первое видео Это первый шаг К рекрутированию На самом деле Если вы не понимаете Четкой мотивации Зачем вам записывать Видео У вас не будет Выхода с комфорта Ваша задача Сейчас взять И начать Записывать первое видео Составляйте план Видео Обязательно Как уже Для меня сказала Лучший экспром Это хорошо подготовленный Вот в этом случае Действительно Должен быть Четкий план Прописания О чем вы будете Говорить в видео Помните также Что все можно вырезать Вот жаль Вот это вот Видео я не могу вырезать Василий сразу Заливает потоково Но вообще Любое видео Вы можете просто Вырезать Благодаря Самым бесплатным Простым инструментам Дальше Практика решает все Если вы посмотрите Мои первые видео Которые были залиты На мой канал Год назад Там на самом деле Есть что корректировать Есть Точно вам скажу Следующий момент Держим себя в теме Вот Нашла такую картинку В интернете Выглядит выражение Растекается мысль По древу На самом деле Это так и есть Следующий момент Освещение У окна Но не против света Обязательно У окна Но не против света Мы выбираем Освещение И конечно же Хороший звук Сейчас Освещением И хорошим звуком У меня занимается Мой супруг То есть все технические Характеристики Он взял на себя И в ближайшие Два-три месяца Мой ютуб канал Конечно же Причит изменения Ребята Я здесь рекомендую Да Я конечно еще Об этом в ошибках Про говорю Знаете Если вы хотите Чтобы ваш канал Начал рекрутировать Сегодня возьмите И почистите Ваш канал От мусора От мусора Это вот Знаете Планерки бесконечные Вот на ютуб канале Как же у вас Любят лидеры Выставлять свои Планерки Хлебом не кормив Все планерки Закидали Ребят Планерки Люди Со стороны Как элемент Рекрутинга Не интересны И планерку Выставлять Планерку Выставлять На свой ютуб канал Это все равно Что в инстаграм Выставлять Любимую Какашоночку Вашего ребенка Не стоит Этого делать Честно говорю Да Одну планерку Там в раз Два-три месяца Можно как показатель Но я захожу На каналы наших лидеров И правда Я вижу Что планерка За планеркой Планеркой погоняют Там три просмотра Шесть просмотра Хотя подписчиков Тысячу Тысячу-две Задумайтесь Если это не смотрят Зачем это Выставлять Зайдет человек Вам на канал Посмотрит 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 Что одна тематика И уйдет У меня да Интересный инстаграм Как вы это делаете Ребят Я люблю инстаграм Вот честно Я признаюсь Любви инстаграма И я кайфую От того Что я внедряю в инстаграм Если посмотреть Также май Моего инстаграма Мне казалось Там у меня Капец Какой личный бренд Но на самом деле Сейчас без слез Я не смотрю Да А август Это был уже другой инстаграм И сейчас Это уже третий инстаграм Это доступный инстаграм Журнальный Продажный инстаграм Потому что Ребят Я захожу В инстаграм Как продажник Сейчас И я да Продаю бизнес У меня продающие посты И я смело могу сказать Что в инстаграм На последний продающий пост У меня было 40 откликов 40 откликов На последний продающий пост Хвалюсь Да Потому что Инстаграм четкий И понятный И отклики Они имеют Отложенное действие Потому что В моей ленте В инстаграме Если вы посмотрите Четко и понятно Написано Как заработать В инстаграм Есть удочка И есть Если хотите Пишите Все Доступно и просто Итак Едем дальше Продвижение Да Теперь поговорим Само продвижение По большому счету Всегда я говорила Что какая бы у вас Клевая не была Бизнес идея Какой бы клевый Вы сами не были Какой бы вы Красивый человек Не были Если вы это Не продвигаете Никто о вас Таком замечательном Не узнает Если бы я Своего шекса Не размещала бы В инстаграм Никто бы и не знал Что у меня есть Такая классная Красивая собака Знаете почему Потому что я Его продвигаю То же самое И про ютуб канал Какой бы вы Клевый Трафик Контент Не заливали Если вы Не умеете продавать Продвигать ваш Ютуб канал То никто О вашем Ютуб канале Не узнает Вот в этом сейчас Буквально там В течение трех минут Я расскажу Как продвигать Свой ютуб канал Самое важное При продвижении Ютуб канала Это конечно же Заголовок Описание и тег Это вот прям Лайфхаки Конечно же Это не истина В последней инстанции Но если вы Этого даже не делаете То все остальное Бессмысленно Итак Погнали Первое Продвижение канала Необходимо для Привлечения целевой аудитории Помните Что да Вы Снимаете видео С какой-то полезностью При помощи Ключевых запросов Вы выбираете Заголовок Wordstat Яндекс.ру Шагаете туда И проверяете Пользуется ли Спросом Этот заголовок Если да Да Сделали ключевые Заголовки Wordstat Яндекс.ру Перенесли И сделали Такой заголовок Есть Первая галочка Есть У вас есть Заголовок Заголовок Для привлечения Можно и нужно Поставить крупно Крупным шрифтом Написать Есть Следующее Это описание Знаете Мало кто этого делает Честно говоря Никто практически Это не делает Хотя это вот Ответ Он на поверхности Повторяем В описании Заголовок Повторяем И расписываем Его более глубоко То есть Похожие Ключевые слова Более глубоко Дальше Добавляем Свои контакты Это просто Обязательно И обязательно Даем ссылки На похожие видео Это придает Вес Вашему видео Я могу сказать Более того То есть Это забота О ваших читателях Когда вы Видео И когда вы Видео Говорите Что под видео Есть Ссылка На такое-то Такое-то Видео И вы тем самым Еще Вот это вот Как метод Рекрутинга Вы тем самым Человек Который просмотрел Как за 7 дней Развить Свой личный бренд А вы ему говорите Что под видео У вас еще ссылка На другое видео И он волей-неволей Заходит В видео Что он видит Он видит Ваши контакты Он видит Ваши каналы И он видит Ваш призыв Действия Что вы хотите Приглашаете его В свою команду Да У меня Под каждым Видео Есть ссылочка На присоединение Ко мне В мою команду И это и есть То, что Работает на меня Итак В описании Повторяюсь В описании Мы повторяем Заголовок И расписываем Более глубоко Добавляем Свои контакты Обязательно Даем ссылки На похожее видео И обязательно Даем ссылочку На то Что вы Приглашаете В свою команду Есть галочка Поставили Теперь теги 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 Кто использует Теги Кто использует Теги Не знаю Кто использует Теги тоже нужно Теги Это как будет Обращаться Ваше видео Похожих видео Ребята Если вы не используете Теги Никто другой Не найдет Ваше видео Дальше Не игнорируйте Этот инструмент Иногда Трафик Трафик Я с умными людьми Общалась Я это Из головы Своей взяла Я не настолько умный человек Иногда Трафик С тегов Достигает 50% Внешнего трафика Представляете 50% Внешнего трафика И Помним Что Именно 5 первых тегов Играют Большую роль По теме Вашего видео Поэтому Максимально Тегов Можно максимально Там загрузить Да хоть сколько Но Именно Помните Что только Первые 5 Весь Имеет Самый большой вес Поэтому Первые 5 Пожалуйста Подбирайте Под тематику Вашего видео Договорились И следующий Еще один момент Правда Презентацию Мне пришлось Вчера Переделывать Я забыла Прописать Еще один момент Конечно же У каждого Из нас С вами Есть чаты Прокачки Инстаграма Уверена Что кто-то Сидит в 2-3 Чатах Прокачки А кто-то Фанат Инстаграма Сидит в 10 Чатах Прокачки Не знаю кто Но мало ли Вот В том-то и дело Что для Ютуба Тоже Нужна Прокачка Тоже Нужен Чат Прокачки Что это значит Это значит Что Когда Мы Выставляем Новое Видео На то Будет Оно Продвигаться Или нет Влияет Тоже Прокачка Этого Видео Поэтому У меня Есть Чат Прокачки Где мы Выставляем Видео И 6 Предыдущих Видео Комментируют Плюс Ставят Нравится При этом Важно понимать Что комментировать Нужно Так же Как Прописан Заголовок Например Если Заголовок Прописан Я Успешный Человек Как Стать Успешным Человеком Заголовок Видео То Комментарии Должны Стать Успешным Человеком Полезно Мне Понравилось Видео Как Стать Успешным Человеком То Комментарии Должны Так же Как Заголовок Видео Это Простые Правила Как Продвигать На начальном Уровне Ваш Ютуб Канал Заметьте, что я здесь не предложила накручивать просмотры, накручивать еще что-то. Почему? Потому что вот только сегодня мне поступила информация, что вот на днях заблокировали 200 каналов российских пользователей YouTube за то, что они накручивали лайки и подписки. Поэтому никогда от меня вы не услышите, что в YouTube можно говорить. YouTube это только честный канал, поэтому, пожалуйста, прокачивайте, продвигайте его при помощи белых методов. Едем дальше. Про продвижение, думаю, все понятно. Теперь оформление канала имеет, оформление нашего канала имеет очень большую роль, да, очень большую роль. Мы обращаем внимание, система плюс визуализация. Что любят все люди? Это система плюс визуализация. То есть оформление наше все, я прямо сказала, все просто. Система плюс визуализация. Как мы оформляем? Первое, конечно же, это шапка, да. Вы видели все, у меня шапку. Второе, это превью. Вот именно сейчас так выглядит мое превью. И третье, это, конечно же, наличие плейлистов. Обязательно, да, у вас же будет несколько тематик, ниша, поднишевание. Пожалуйста, создайте плейлисты для того, чтобы убрать все видео в плейлисты. И это будет грамотный подход для того, чтобы забота о читателе. Я думаю, что с оформлением все понятно. Оформлять можно и нужно. Воспользуюсь программой Photoshop. Программа официальная, она бесплатна, один месяц пользования. Потому что можно кряхнутую программу взять, найти и установить, если у кого нет денег, чтобы платить за официальную версию. Итак, оформлять канал можно превью и шапку. Это, конечно же, при помощи Photoshop. Я могу сказать, что я свою превью и шапку заказываю у дизайнера. Дальше все новшества в шапку и в превью я буду носить сама руками. То есть я освоила программу Photoshop. Ура! Поздравляю меня! И следующий, последний момент, топ-12 основных ошибок, про которые я хотела бы рассказать, которые очень часто вижу. Нет контент-плана, да, и падает мотивация. Вот здесь, на самом деле, если вы не понимаете, что вы будете делать, выставлять, как часто вы снимаете, сколько видео будете загружать, у вас падает мотивация. Я рекомендую, конечно же, вот здесь я отвечаю на вопрос, сколько регистраций в каталог у вас с YouTube. Ребят, YouTube, это вот не значит то, что, а, я создала YouTube, и все, у меня пошли регистрации. Нет, ребят, YouTube, это, скорее всего, то, что вы сперва в течение года вы работаете на YouTube. Первый год у меня не было ни одной регистрации с YouTube канала. Возможно, я не умела его продвигать, да, вот я не пользовалась теми методами, которые я перечислила выше, да, возможно, у меня тогда еще не было ниши, но ни одной регистрации с YouTube канала у меня не было. В августе месяце я об этом говорила на встрече, ни одной. Ну, может, там, одна в месяц, там, где-то, мелькнер. Если мы говорим сейчас о том, что есть ли регистрация у меня сейчас, то да, у меня сейчас каждый месяц идут стабильные регистрации. Январь, правда, затишье, ну, в принципе, действительно это видно затишье. У меня пока одна регистрация с YouTube, девочка, пришла, Надежда. Если мы говорим о декабре, то все регистрации вообще в декабре, там больше 20 регистраций в декабре, это только с Instagram и с YouTube. Больше нигде я ничего не делала. Более 20 регистраций за месяц у меня было в декабре. Итак, то есть понимаете, да, что YouTube – это удовольствие длиной в год, в год минимум. И если вы считаете, что сейчас вы сделаете YouTube-канал, сделаете 5 видео, и к вам ручеек просто, там, я не знаю, не ручеек даже, а ручей, как в этом море хлынет регистрацией, облом вам, облом на самом деле. И ошибка, да, действительно, что люди заводят YouTube-канал, его забрашивают, потому что с первого, второго, третьего месяца они не видят регистрации. Я вообще не думала о том, будет у меня регистрация или нет, первый год я просто давала пользу людям. Вот мне было важно, чтобы моя команда меня слышала, и да, действительно, я рассказывала и снимала очень много видео без единой регистрации. У меня была внутренняя мотивация, понимание, для чего я создаю свой канал. Следующая ошибка – это создавать длинные заголовки. Я проговорила про то, что можно продвигать свой канал при помощи длинных заголовок. Но когда вы создаете очень длинные заголовки, да, это такое чувство, что вы манипулируете подписчиками и держите их за дураку. Дальше. Будь проще, друг. Будь проще, друг. Люблю эту фразу. Не стоит делать каналы все обо всем. Можно быть профессионалом только в паре областей. И вот, знаете, многие стремятся и спеть, и сплясать, и станцевать, и вот про это рассказать. А в результате ерунда. Да почему ерунда? Да потому что, а когда у меня болит нос, нос, да, я прям чувствую, что у меня болит нос, я пойду к врачу, который занимается лечением сердца. Но я не пойду к врачу, который занимается всем-всем-всем подряд. Почему? Потому что мне нужен профессионал по узкой области. Да, и станете как раз профессионалом в одной, в двух областях. Не хватайтесь за все сразу. За все сразу. Дальше. Использование чужой музыки и видео, это я не буду обсуждать, да, это ошибка, за которую вы можете словить бан. Давать обещания, не выполнять их. Например, вы в видео говорите, что будет вот то-то, 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 и не выполняете обещания, люди сидят и вас не находят. Это всего, это примерно так же, если бы Василий там отправил рекламу всем, что сегодня будет в 16.00 выступление, а в 16.05 сказал, простите, но не будет. Кредит доверия был бы у Василия, мягко говоря, подмочен. То же самое и в Ютубе. Даете обещания, выполняйте. Не отключайте комментарии, не удаляйте плохие комментарии. Вы же реальный человек. Иногда, конечно, ребят, вот честно, чего греха таить, да, но неприятно читать вот это вот то, что многие пишут. Ну, неприятно. А потом думаешь, да, ну, заходишь на канал, кто тебе оставил комментарий, у меня очень много негативных комментариев, я вообще их не удаляю. Зайдите на мой канал и говорю-то я не так, и улыбаюсь-то я не так, и слишком тихо, и слишком громко, все, что можно, и зубы у меня кривее, ну, все, что можно. Пишут люди, я к этому отношусь нормально, не удаляю, да, я реальный человек, пускай видит, что да, у меня есть и негативные комментарии. Ради бога, я на них отвечаю всем с позитивом и эмоциями. Не понимаю этих людей, конечно, но отвечаю с позитивом и эмоциями. Дальше. Когда вы только вот создаете канал, и сразу же вот он вопрос. Сколько регистраций у вас в YouTube? Рега приди, рега приди. Вот на самом деле канал YouTube мы создаем вот не для этого. Канал YouTube мы создаем для того, чтобы пользу, внести пользу. Когда мы думаем о пользе, а не о выгоде, мы получаем и то, и другое. Проверяем видео перед публикацией, это вообще моя головная боль, это моя ошибка, личная моя ошибка. У меня последнее время, мой маг меня подводит, у меня самая современная техника, но тем не менее, почему-то мой маг меня начал подводить, да, и периодически снимает видео без звука, либо какие-то посторонние шумы в течении видео, да, которые просто невозможно смотреть. И я считаю, что то, что я вот не проверила там видео, на днях я сбросила видео, это говорит плохо обо мне. Поэтому вот моя головная боль, и сейчас я действительно трачу время для того, чтобы проверить начало снятия видео, середину и конец, чтобы исключить эти вещи. И вам тоже советую. Не продвигаем видео в социальных сетях. Если вы только начинаете, если вы действительно хотите клево, классно стартовать, то давайте свои видео во всех соцсетях. Но скиньте ссылку, ребят, у меня вышло новое видео, а это смотреть. Везде и всячески расскажите об этом. Это привлечет внимание людей с других социальных сетей. Делать ужасное превью. Знаете, вот мне кажется, что вот просто многие люди просто не уважают своих читателей, да, и вот в мир, когда уже хлеба и зрелищ подавая людям, вы до сих пор не научитесь делать заставку к видео, я реально считаю, что это неуважение к вашим людям, которые смотрят. И какой бы офигенно полезный контент у вас ни был, если вы не делаете превью, это неуважение. Превью я рекомендую делать из правила вытянутой руки. Вы сделали картинку, вытянули картинку, посмотрели. Все нормально, все красиво, все доступно. И если вам нравится превью, вы его только тогда оставляете. Помните про то, что превью сделать в PDF буквально 3-4 минуты, обложка для видео, да, но это гораздо больше вес придаст вашему видео. Поэтому, пожалуйста, 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 делайте превью. Еще раз, да, ошибка, ожидание регии, реальность работы. Повторюсь, что YouTube-канал от того момента, как вы его начнете создавать, и вы начнете его заполнять в видео, да, 10 видео в месяц, это марафон длиной в год, прежде чем он начнет приносить результат. И следующий момент – это позитив руль. Вот прям, да, никто, есть специфические каналы, которые построены на том, чтобы негативно рассказывать, еще что-то, но по большому счету, да, люди хотят отдыхать. Несмотря на то, что мы выбрали образовательную тему, вот у меня образовательная тема, да, ниша образовательность все равно, и я даю людям юмор, я даю людям улыбку, и я даю людям позитив. Я в видео не плачу, не ною, не кричу, не жалуюсь, и детские ужасные какашечки не показываю. Ну вот, вот так. Ребят, а теперь вот на этом я завершила свое выступление. Я вписалась в 30 минут, Василий. Вот, теперь жду от вас вопросы. Сейчас будут вопросы. Хорошо, здорово. Я в ожидании. Рега, приди. Я нормальная. Так, я на ответила, сколько регистраций в каталог с Ютуба ответила, и по Инстаграм я ответила. Ага, ага, да-да-да, я тут это одним глазом сюда, другим глазом на ошибки. Так, ну... Я в ожидании. А пока любуйтесь на меня. Если касается именно ведения Ютуб-канала, то да, я обучалась сама, да. Именно ведение Ютуб-канала. Есть, я не могу сказать, что я научилась, но я обучалась сама, ловила информацию в Ютуб, вот. А в Инстит, в Директ, да, я могу писать. Да, конечно. Ещё вопросы? Продающие заголовки. Ещё вопросы? Чё-то я смотрю прям неактивно. Ну, наверное, потому что нет, чата здесь, да, я его не вижу, наверное, просто не вижу вас, не чувствую. Люблю, конечно, выступать, когда есть обратная связь, вот. И достаточно сложно. Какими ботами вы пользуетесь для раскрутки Ютуб-канала? Бан вам человек, который написал это. Я не пользуюсь ботами для раскрутки Ютуб-канала, про что я говорила в середине своей презентации. Я сказала, что я с гордостью заявляю то, что 200 каналов российских ютуберов заблокировали буквально на той неделе за то, что они пользовались ботами для раскрутки Ютуб-канала. Я не пользуюсь ботами. И вам не советую, если вы не хотите сломить бал, бан. Как сделать так, чтобы твоё видео было рекомендуемо для тех, кто на тебя подписан? Соответственно, на тебя не подписан, у них есть какие-то определённые запросы, вы при помощи тегов продвигаете своё видео. И его видят люди, те, кто на вас не подписан. Сколько комментов и лайков продвинет видео? Ребят, всё зависит от качества комментов, всё зависит от качества ключевого слова, заголовка, да. В принципе, у меня в прокачке принято 6 комментариев. Это оформление самого видеообложка для видео. Я не выкладываю личное на Ютуб. Нет, я не выкладываю личное на Ютуб. Я не вызывала, чтобы людям было интересно смотреть на меня. Поэтому только бизнес, только копирайтинг, только продвижение Инстаграма. Да, я периодически размещаю и в Одноклассниках, и в ВКонтакте, и в Фейсбуке новым своим видео. И пишу, что да, вот такое видео есть, заглядывай, посмотри, кому интересно. Да, я это делаю. В смысле, почему нельзя продвигать в соцсетях? Я говорю, что я продвигаю в социальных сетях. Это ошибка не продвигать в соцсетях. Я продвигаю в соцсетях, в Одноклассниках, но особо успешные свои видео, да, которые я считаю, что действительно будут полезны. Например, в Одноклассниках у меня там 1700 друзей, да, и если я считаю, что видео клевое, и оно зашло, то я однозначно поделюсь этим видео в Одноклассниках. Среднее видео для Ютуба, мы живем в век, знаете, мы живем в тот век, когда люди не готовы тратить кучу времени на воду, да, то есть мы привыкли получать информацию быстро и сжато. Я считаю, что, да, любой нормальный человек, моя отцедевая аудитория именно такая. Поэтому среднее видео Ютуба не должно превышать 20 минут. Где-то я читала, да, что просмотры более видео, чем 20 минут, там очень маленький процент. Как выбрать первую тематику первого видео для своего канала? Ну, на самом деле, да, мы понимаем, что первое видео – это видео знакомств, поэтому познакомьтесь со своими будущими читателями. Можете привести примеры смежных областей для заявления в них экспертности? Ребят, да все, что угодно. Ну, правда, можете привести примеры. Например, на свой канал про движение я выкладывала 60 тем, по которым можно развивать личный бренд. 60 тем. Не совсем по теме, где вы учились копирайтингу. Я не делаю рекламу тем людям, у которых я училась, но я училась, прошла два полноценных курса по копирайтингу у людей, и дополнительно хватало знаний я. Не знаю, как сделать, чтобы видео выходило в топ. Не знаю. Не знаю. Ну, это, наверное, да, количество просмотров, лайков в течение первого времени. Могу только догадываться, потому что мои видео в топ не выходят. Ваши новички вас легко дублируют, смотря в чем. Смотря в чем. Если мы говорим о начале старта, все меня непократно дублируют, потому что токем я была два года назад, и токем я стала сейчас, конечно, почему меня не дублировать. Ребят, точка А есть у всех. Точка А – это 0BB, и это желание либо нежелание. А вот точка Б – это, пожалуйста, уже работа над собой. Да, конечно, превью вы можете везде сделать. Ребят, абсолютно везде. Я раньше превью делала в мобильном телефоне, а я делала в PDF. Просто в обычном PDF. Вы можете делать это сейчас и в Snapseed, ради бога, да, соблюдайте размеры. Вы можете это делать где угодно. Да без разницы. Вообще без разницы. Есть такое прекрасное приложение Canva, да, то есть там вообще шикарные превьюшечки выходят. Я сейчас пока делаю это в фотошопе, потому что мне комфортнее, да, мне комфортнее взять, сесть. Могу сказать, что я сейчас, да, допустим, делаю контент-план. Вот, например, мой канал про копирайтинг, вот сегодня у меня будет контент-план готов на 20 постов вперед. Почему? Потому что мне так удобно без контент-плана. Вот я новогодние праздники провела, я высасывала темы из пальца. Поэтому мне удобнее сесть, да, за час прописать темы, разбросать их и делать. Мой бизнес, да, в Арифлейм, я занимаюсь Арифлейм. Еще вопросы? Да, пошли вопросы уже. Все, ура, ура. Спасибо вам всем за внимание. Рада была присутствовать на вебинаре. А, и теперь с вами прощаюсь. Пока-пока. Как выключиться? Выключить микрофон. Спасибо огромное. Огромное спасибо, Яна. Мы тут как зачарованы слушали ваше выступление. Уверен, что и все остальные тоже так же слушали. Очень энергичные, очень тематичные, на мой взгляд, и безусловно практичные. Что может быть ценнее, чем то выступление, которое, собственно, пронизано практикой, да, которое пережито самим человеком буквально с болью, там, не знаю, с попытками, с неудачными, с удачными. И в итоге вы поделились с нами. Огромное вам за это спасибо, Яна, за подготовку, за выступление, за все. И я уверен, что многие тысячи людей, которые прослушали, они тоже присоединятся ко мне и поблагодарят вас за это роскошное, энергичное и подробное выступление, друзья. Ну что ж, я спешу, собственно, поменяться в буквальном смысле местами, потому что следующий спикер, она будет не онлайн, вернее, она будет онлайн, как и мы все здесь, да, соответственно. Но она пришла физически ногами, потому что она, собственно говоря, из Новосибирска. Нашего гостя зовут Мария Суранова. Мария Суранова – это, собственно, профессиональный, я насколько понимаю, видеооператор, в том числе, да, который создавала, чуть ли не снимала кино. И сейчас она, помимо того, что является молодой мамой, она по совместительству создатель немало, не много, не мало, а онлайн школа видеоблогинга. У Марии роскошный абсолютно сайт, роскошный инстаграм-аккаунт, всем советую на него подписаться и посмотреть, как она ведет, как она видео делает, собственно говоря. Но об этом она все расскажет, безусловно, сама. Не буду забирать ее хлеб и просто передаю ей слово. Друзья, встречаем Мария Суранова, приглашенный эксперт, создатель онлайн школы видеоблогинга. Спасибо. Продолжение следует... Добрый вечер всем. Я рада вас приветствовать. Давайте сразу к делу, потому что время – деньги. И на самом деле видео сейчас настолько быстрое. И вот как уже вначале вы обсуждали о том, что стриминга и видео – это тренд, сейчас самое классное – это быстро доносить информацию зрителю. Итак, давайте немножко про план моего выступления. Это мы начнем с видеоконтента. С чего начать, о чем снимать. И я расскажу про этапы видеопроизводства. Плюс в конце у меня есть небольшой для вас подарок. Я надеюсь, вам понравится. Итак, с чего начать. Вот вы сейчас прослушали столько информации про то, что видеомаркетинг – это так круто, что нужно срочно бросать все и идти снимать видео. Все здорово. Но реально вот с чего начать. И для меня самое, когда я начинала снимать видео именно для Ютуба, для меня самое важное было это поселить идею в своей голове о том, что все, с этого дня я видеоблогер, я начинаю снимать видео, я начинаю делиться с людьми полезной информацией, я начинаю позиционировать себя как эксперта. И на самом деле это мне дало такой первый шаг, первый толчок. Поэтому если вы думаете, что начать сложно, на самом деле нет. Все гораздо проще, чем вы думаете. Я сегодня, надеюсь, размечаю все мифы о том, что съемка и производство вообще видеороликов – это сложно. Готовы? Я надеюсь, вы готовы. Я, к сожалению, не вижу ваших вопросов и ответов, поэтому все вопросы будут в конце. Итак, немножко давайте поговорим про правила Ютуб. Если уж мы решили, говорим о том, что мы продвигаемся на Ютуб, то нужно и работать по правилам Ютуба. Правила несложные, но я надеюсь, они помогут вам стартовать. Ой, я прошу прощения. Итак, мы говорили о том, что нужно выбрать тему, о чем снимать, что же давать людям. И вот первый подарок, который я вам приготовила, который будет в конце – это первые 100 тем для ваших видео. Но первое, самое-самое первое видео на вашем канале – это даже, знаете, такой посыл в мир о том, что все, я видеоблогер, я начинаю снимать. Давайте присоединяйтесь ко мне. Я буду делиться с вами полезностями, буду делиться своим образом жизни, буду делиться своим видением на этот мир. И вот это видео призывное должно быть настолько сильным, настолько сильным эмоциональным, чтобы привлечь первых зрителей на ваш канал. Итак, правила Ютуб-канала – только уникальный контент. Что это значит? Это значит, что вы не должны повторять чужие идеи. Это только ваше видение и только ваше мнение на любой вопрос, который вы озвучиваете. Форма и содержание, и манера говорить, и подача материала, она должна быть сделана только вами, должна быть оригинальной. В содержании старайтесь нести пользу, потому что, скажем так, разглагольствование о том, как прекрасен этот мир или, на примере Арифлейма, как круто в сетевом бизнесе, этого достаточно. Говорите о реальной вещи, что вам действительно дал, ну, к примеру, действительно вам дал бизнес, что вам действительно дало, что вы получили от компании. То есть, говорите физическими вещами, чтобы быть ближе к людям. Понятно, что вы и вдохновлять должны. Но если человек не видит никакой пользы в видео, в первых трех секундах видео, а это очень важно, что вы должны захватить внимание зрителя в первые 3-5 секунд вашего видео. И тогда зрители будут чувствовать свою близость к вам, они будут, знаете, как доверять вам, они будут почти физически чувствовать свое присутствие в вашей жизни. Вот так бы я это описала. Помните, когда мы смотрели сериалы, да, и думали, что Бразилия очень близко к нам. Вот примерно по ощущениям, точно так же, когда вы смотрите YouTube канал, и это блог, и вы видите, как человек делится с вами своей жизнью, своими взглядами на какие-то вещи, это сближает, это очень сближает, скажем так, зрителя с вами. И вот этот контакт, очень важно его установить в первых нескольких видео. Понятно, что первые видео будут такие, на раскачку. Да, нужна практика, чтобы говорить, как сказала Яна, если посмотреть ее первые видео, да, как она начинала, если посмотреть мои первые видео, как я начинала говорить на камеру, хотя у меня был какой-то опыт выступления перед камерой. Я каждый раз стою перед камерой, я каждый раз волнуюсь, как будто бы в первый раз. Это неизбежно. Мне кажется, да, с практикой, когда вы каждый день записываете видео, все проще и проще, но все равно это, скажем так, волнение, оно присутствует. Итак, видеоматериалы должны быть сняты вами. YouTube ограничивает нас в том плане, что мы не можем брать чужие видеоматериалы. Технология YouTube заточена на то, чтобы отследить видеоматериал, который… То есть, если YouTube засекает, что в вашем видеоролике попадается материал, который был уже когда-то использован другим автором, он блокирует автоматически ваш ролик. Потому что это авторские права. Все, что вы производите, все, что вы снимаете, это ваше видео. Вы автор, у вас есть авторские права на ваше видео, точно так же, как у другого человека. Соответственно, вы не можете брать другие видео и использовать их. Снимайте только сами. Единственное, вы можете использовать чужой материал только до 3 секунд, ну, 3-5. Еще, если вам нужно использовать чужой материал, вы можете сделать следующим образом. Вы можете запустить его на компьютере, либо на телевизоре и снять телевизор или компьютер. То есть, таким образом вы показываете, что вы смотрите вот это видео, а не берете его в чистом виде. То же самое про аудио. Если, допустим, ну, это чуть позже, да, использование бесплатной музыки или музыки без авторских прав. Это то же самое касается аудио. Как использовать чужую музыку? Вы либо слушаете ее на радио, когда едете в машине, и вы можете использовать некоторые фрагменты этой музыки. Но если вы вставляете полностью трек, то вы уже нарушаете авторские права. Авторы, которые используют чужую музыку без авторских прав, они, к сожалению, либо блокируются Ютубом. Первый минус использования музыки без авторских прав. Вы не сможете включить монетизацию на ваш канал, и поисковые системы Ютуба будут хуже вас ранжировать. То есть вы с меньшей вероятностью появитесь в топе или в рекомендованных на Ютубе, если будете использовать чужую музыку. Я подготовила для вас список ресурсов, где вы можете скачать бесплатную музыку для использования на Ютубе, либо эта музыка, автор которой дал разрешение на использование ее в публичных ресурсах, то есть на Ютубе в том числе, в любых соцсетях. Кстати, все, что я говорю про Ютуб, оно же применяется и для Инстаграма, то есть авторские права Инстаграм точно так же отслеживает. Фейсбук не уверена, так как это единая система, то, скорее всего, тоже, но Инстаграм с некоторых пор отслеживает аудиотреки. То есть если вы берете популярную музыку, то Инстаграм удаляет этот ролик, говорит, вы нарушили авторские права. Я единственное, в личном аккаунте я делаю следующим образом, я загружаю еще раз. И там, скорее всего, есть окошко, где я пишу. Это для личного использования. Но если вы коммерческий аккаунт, и вы все-таки позиционируете себя как представитель компании, то я вам советую не использовать популярные мелодии, которые могут нарушать авторские права других людей. Ну, собственно, это не очень красиво, во-первых. Во-вторых, все-таки на рейтинг, я думаю, что это влияет, хотя нигде официально в документах этого не сказано. Итак, последнее правило — это регулярный постинг. Сейчас, секундочку. Спасибо. Итак, регулярный постинг. Чтобы запустить канал очень быстро. Вот я не знаю, был ли вопрос в этом чате, но мне часто задают вопрос, сколько времени нужно для того, чтобы раскрутить свой YouTube-канал. И вот здесь у меня несколько вариантов ответа. Что значит быстро? YouTube нужно время, чтобы удостовериться, а действительно ли вы надежный автор, а действительно ли вы будете давать такой полезный регулярный контент для своего зрителя. Чтобы раскрутиться на YouTube за, к примеру, за 2-3 месяца, вы должны делать примерно 2-3 ролика в неделю. Это много. Но, скажем так, в краткосрочной перспективе, если уже измерять бизнесовыми мерками, то 2-3 месяца для раскрутки канала — это очень быстро. Если же вы не можете делать так часто видеоконтент, 2-3 раза — это действительно много. Делайте хотя бы один раз в неделю. Да, на раскрутку, скорее всего, у вас уйдет год. Но один раз в неделю вы должны выбрать день и примерное время, когда вы будете постить это видео. И тогда YouTube будет знать, что «Ага, вы надежный автор, который заботится о своем зрителе. Он постит видео регулярно, раз в неделю, в один и тот же день, в одно и то же время». Это очень важный момент. Итак, одно видео в неделю — это примерно год на раскрутку. Если говорить про канал «Просто фильм», это канал моей школы видеоблогинга, то здесь мы нарушили все возможные правила, я вам так скажу. Сначала мы постили 3 видео в неделю примерно в течение 2 месяцев. И мы тут еще экспериментировали с рекламой, пытались продвинуться, пытались заплатить за просмотры. Поверьте, если вы будете оплачивать рекламу, рекламные ролики, скажем так, вы будете оплачивать просмотры вашего ролика, это не работает. YouTube понимает, что этот автор готов платить, пусть и платит дальше для своей раскрутки. Поэтому мы отошли от этой стратегии. И в течение следующих 3 месяцев мы постили где-то 2 видео в неделю. Также старались регулярно, день в день постить по расписанию, но уже не платили за рекламу. Просмотры шли очень медленно, прям очень медленно. Здесь еще нужно понимать, что у нас очень узкая тематика, и люди, кто ищет, как снимать, допустим, на фотоаппарат, или как снимать на телефон, гораздо меньше, чем людей, кто ищет, чтобы такого съесть, чтобы похудеть, или чтобы такое намазать на лицо, чтобы не стареете. Ну, то есть нужно понимать соотношение ваших зрителей. Вот как раз в вашей нише для компании Reflame YouTube – это очень классная площадка для продвижения. У вас столько зрителей, они уже теплые, они уже сами ищут полезности. Вам просто нужно давать им вот этот контент. Так вот, возвращаясь к просто фильму. Но самое, что мы правильно сделали, это мы правильно оптимизировали ролики. Это значит, что нужно правильно их назвать, нужно правильно описать, нужно правильно комментировать. Но вот как уже говорила Яна, что в комментариях вы должны повторять название ролика. Это мы делали. И знаете, что произошло летом? Летом мы вообще не постили никаких роликов. Ну, то есть там один или два за все лето вышло. В сентябре я так думаю, ну все, вот я сейчас опять берусь и выпускаю видео. Хорошо, мы выпускали одно в неделю. В декабре вышло, может быть, одно видео. В общем, мы скатились до такой степени, что одно видео в месяц. И знаете, что самое удивительное? Что я сейчас смотрю, а подписчики, они прибавляются, они потихонечку, потихонечку, каждый день по 5, по 3-5 подписчиков прибавляется. Просмотры немножко, потихонечку, потихонечку капают просмотры. Это значит, что даже если вы забросите свой канал, ну, допустим, вы там набрали пул роликов, которые у вас уже есть, живут на канале, правильно их оптимизировали, правильно назвали, и, скажем так, отправили в жизнь ютубную, они будут сами на вас работать. И это самая классная, самая уникальная такая особенность ютуба. Вспомните инстаграм. Вы сделали пост, на следующий день все про него забыли. Никто его никогда не найдет. Но здесь же на ютубе фишка вся в том, что все поисковые моменты люди забивают в поиск, ну, какой-то, допустим, как начать здоровый образ жизни. Ну, к примеру. И они ищут это не на ютубе, они ищут это в гугл, они ищут это в яндексе. И вот эти поисковые системы гугл и яндекс, они им выдают как результат ролики на ютуб. То есть вы работаете уже глобально на весь интернет. Вам стоит только один раз снять ролик, потратить на этот час своего времени в день, запостить его на канал, и все, вы уже будете в интернете навечно, можно так сказать. Так вот, после... Как только вы... Я прошу прощения. Что у нас тут? Вы знаете, наверное, качество трансляции может быть либо из-за того, что вас очень много, и ютуб не справляется, либо это, вероятно, всего ваш провайдер не может, возможно, поддержать такую скорость. Это нормально, просто нужно смириться и подождать запись вебинара, скорее всего. Но я думаю, что, знаете, тут просто уже нужно немножко потерпеть, и, возможно, сигнал будет лучше. Так вот, я говорила о том, что... А, как набрать первых подписчиков? Первые 100 подписчиков набираются очень легко. Вы рассылаете ссылку на свой первый ролик всем с просьбой подписаться на ваш канал. Всем своим знакомым, друзьям, родственникам. Если у вас есть соцсети, рассылайте по соцсетям. Причем лучше, если в личных сообщениях. Ну, открытие в личных сообщениях и просьбы из личных сообщений гораздо, скажем так, приятнее выполнять, чем какой-то абстрактный пост у себя на стене. Так вот, после первых 100 подписчиков YouTube уже верят в то, что вы ответственный автор, и вас уже готовы смотреть. Я знаю один пример. Девушка, которая, в общем, моя хорошая знакомая, она набрала первые 100 подписчиков в первый день. Она просто разослала всем своим знакомым имейл с просьбой посмотреть это видео. Видимо, у нее очень было много знакомых. Я думаю, что так как у вас сетевой бизнес, у вас очень много и клиентов, и я не знаю, как это называется, но вот этих вот сетевых людей, которые связаны с вами, вы им в первую очередь можете рассылать это видео. То есть у вас будет дополнительный просмотр за счет того, что вы по схожей тематике будете друг друга поддерживать. Я бы вам вообще советовала какой-нибудь чатик создать, я не знаю, какой-то форум, где бы вы обменили вас этими роликами. То есть о том, то, о чем говорила Яна, где нужно прокомментировать первые, ну, значит, вы постите свой видеоролик и там последние пять комментариев. Ну, я вам советую просто свой сделать внутри Арифлеймовский, и это будет такая поддержка друг друга. Так вот, после 300 подписчиков вы можете включать монетизацию на своем канале. Это значит, что перед вашим роликом, перед началом вашего ролика будет показываться реклама. В этом ничего страшного, это нормальная практика YouTube. Зрители вполне себе привыкли уже. Они адекватно реагируют на рекламу. Да, она немножко, скажем так, раздражает, но это нормально. То есть мы живем в таком мире, где такая реклама, причем это же не навязчивая. Скорее всего, первый рекламный ролик, который будет показываться перед вашим, он красивый, его приятно смотреть. И самое приятное, что вам за просмотр этого ролика будет вознаграждение. То есть, конечно, это не огромные деньги, но, знаете, все равно мелочи приятны. Если интересно, это примерно один цент за тысячу просмотров. Может быть, чуть-чуть побольше, подольше. Если интересно, я оставлю ссылку на подключение монетизации через специальную такую сеть, где только российские рекламодатели и только очень качественная реклама. Собственно, я для вас уже раскрыла весь свой сюрприз, который собиралась в конце дать. В общем, я для вас подготовила PDF-файл, где даю несколько ссылок. Вот я сейчас пробегусь по ним, и в конце вы можете его скачать. Там будет много полезного. Секундочку. Извините, друзья, мы перезапустим буквально за 20 секунд. Перезапустим, потому что много жалоб. Окей. Давай встать. Все, мы в эфире. Друзья, пожалуйста, отметьтесь в чатике, поставьте плюсики, если вы меня хорошо слышите, видите. И давайте двигаться дальше. А то мы, правда, уже подзависли немножко на YouTube. Так вот, давайте подробнее говорим про видеоконтент. Я для вас подготовила первые 100 тем для вашего видеоконтента. Я уже говорила, наверное, об этом. Это будет тоже в раздатке. Так вот, видео, виды контента. Съемка на камеру. Ну, здесь понятно. Я думаю, что здесь ничего подробнее сейчас мы не будем останавливать. А чуть-чуть попозже я подробно остановлюсь на этом пункте, потому что мне есть что рассказать именно по съемке на камеру. По анимации. Смотрите, сейчас анимация – это очень популярная. Ох ты, у меня не работает видео. Ладно. Есть такие дудл-видео. Если интересно, можете загуглить. Я вам скажу, что если вы хотя бы иногда, хотя бы раз в три месяца применяете в своем видеоконтенте анимацию, ваше ранжирование, ваше… Ой, не ранжирование. Вы лучше ранжируетесь в ленте, скажем так. Дальше. Видео с экрана презентации. Я посмотрела некоторые ваши каналы, и у меня есть что сказать. По поводу презентации. Вы видите, здесь я несколько программок показала для записи экрана. Но у меня к вам большая просьба. Делайте презентации в соотношении 16 к 9. Если вы обратите внимание, справа картинка с презентацией, сделанная 4 к 3. И у нее, когда на ютубе показывается, у нее черные поля по бокам. Вот это не очень хорошо смотрится. И второй момент, который я заметила, когда просматривала ваше видео с презентациями, это чаще переключайтесь на видео. Либо хотя бы вставляйте вот так же, как сейчас у нас, получается, презентация на весь экран и в уголочке мое видео. Хотя бы так. Если вам есть что показать и рассказать, переключайтесь на полный экран. И давайте больше наглядных примеров. Примеры должны быть либо фотографии, либо какие-то графики, но они в хорошем качестве, очень наглядные должны быть. Слайд-шоу посмотрела у некоторых. То же самое вот с презентациями. Забудьте о переходах. Вот видите, тут такая картинка подобралась, где через такие квадратики переходят с одной фотографии на другой. Либо увеличение, либо через какие-то завитушки. В общем, это все прошлый век и давно уже считается не камильфо, если вы используете такое. Чтобы сменить слайд, он должен просто поменяться с одного на другой. Это просто переход кадра без всякого размытия и так далее. Не нужно делать никаких эффектов специальных. Опять же, презентация слайд-шоу тоже с 12 к 9. Вот здесь, если вы посмотрите, опять слайд-шоу квадратом. И справа и слева у них такие черные поля. То есть вы когда смотрите ролик этот на YouTube, он такой не очень. Даже если вы его растянете на весь экран, у вас все равно останутся эти черные поля. То есть наши экраны на компьютерах и даже на телевизорах уже все давно на 16 к 9 перешли. Просто уважайте своего зрителя, ему гораздо приятнее смотреть на картинку во весь экран. И все фото одного формата. То есть то же самое. Если уж вы показываете слайд-шоу, то они должны быть все фото горизонтальными. Не надо делать их вертикальными, чтобы были поля. Вот здесь как раз это больше к подготовке вашего слайд-шоу. Отбирайте фотографии горизонтальные, если уж вы решились их показывать. Либо делайте две вертикальные. Ну, как-то их нужно компоновать. И используйте текст. Даже если вы наговариваете закадровым голосом то, что вы хотите сказать в этом слайд-шоу, дублируйте текстом, потому что либо люди могут отключить звук, и тогда они все равно воспримут информацию. Либо хотя бы прописывайте тезисно, что вы хотите сказать. Чтобы просто когда человек смотрит на картинку, не видя автора, ему гораздо сложнее воспринимать информацию. Проще. К зрителям будьте ближе. Вы сами можете посмотреть несколько слайд-шоу, которые сделаны закадровым голосом. И они гораздо сложнее воспринимаются. Поэтому хотя бы тезисно прописывайте свой план выступления. Так, съемка на камеру. Ну, вот здесь гораздо уже проще. Не знаю, вот это показывается. Вот здесь это уже моя тема. Видеоблог как один из видов контента. Опять же, то, что я смотрела ваши каналы, и то, что я увидела на некоторых каналах, вы показываете свою жизнь, и это очень здорово. Здорово, когда вы заряжаете собственным примером. Даже если у вас сейчас нет канала, просто посмотрите каналы тех людей, которые вас действительно заряжают. Как они это делают? Старайтесь искать качественные каналы и подсматривать, как они преподносят информацию. Что они показывают, чтобы доказать свою экспертность или показывать свой образ жизни. Они не просто сидят в кадре, вот как верхний слайд у меня. Вот я сижу, на фоне какие-то лампы, на синем фоне не очень хорошо видно. Это не просто разглагольствование о том, как жизнь сетевика хороша, а это реальные примеры с конкретными доказательствами. То есть вы говорите и тут же подтверждаете. Пусть это будет фотография, если у вас нет видео, но лучше видео. Я не рекомендую использовать фотографии в видеороликах. Они не очень хорошо смотрятся, потому что это такое, знаете, как... Вот вы смотрите, смотрите живое видео, все классно, все динамично, тут бам, такая картинка, и вы такие, подождите, подождите. Даже если человек так и бурно не реагирует, как я сейчас, то мозг не готов воспринимать эту картинку. Он ее, скорее всего, не сможет связать с общей историей, которую вы рассказываете. Поэтому старайтесь делать все-таки видеозарисовки. К примеру, видеоблог, если вы едете на какую-то конференцию Арифлейм. Есть такие? Мне говорят, что есть. И вот показывая то, с каким вы настроением едете, что с вами происходит, вот эту жизнь внутриковскую, вот эту жизнь Арифлейму, когда вы показываете, как вы от этого кайфуете, вот оно заряжает. А не то, что вы сидите перед камерой и говорите, так здорово в Арифлейме. Нет, когда на реальных примерах, вот тогда зрители вам верят. Когда вы зрителя вовлекаете в свою жизнь, показываете им, какой вы настоящий, вот это вызывает доверие. Вот ниже слайдом показано, где я гуляю с сыном напротив паровозов. Это реальная жизнь. Вот зрители меня здесь видят такой, как я обычно есть. И только благодаря этим видео, их нет, конечно, их нет на канале, на общем, но там перекрестными ссылками каким-то образом зрители все равно видят мою жизнь обычную. Давайте дальше. Следующий вид контента – это лекция. И вот здесь я думаю, что это один из таких хороших инструментов, которые вы можете использовать в своей практике. И я думаю, что вы уже используете, и некоторые блогеры, кто продвигается на YouTube, очень успешно этим пользуются. Итак, лекция о пользе, о какой-то информации, которую невозможно показать. Это либо графики, либо какие-то тезисы, которые нужно прописывать. И вот здесь два варианта, как можно это подать. Вы можете стоять на фоне белой доски и прописывать все маркером. То есть если вам так комфортнее говорить и подавать информацию, делайте так, окей. Но есть еще более такой приятный, компактный способ подачи этой информации. Это вот однотонный фон. Вы стоите на однотонном фоне, вы рассказываете прямо на камеру все, что вы говорите. Не обязательно прописывать, а прописывайте все позже на монтаже титрами рядом. То есть для этого что нужно сделать? Еще чуть подальше отойду. Вот смотрите, если бы я сейчас записывала видео для вот такой лекции, нужно отойти чуть-чуть в край экрана. Вот посмотрите сейчас, я не по центру, я чуть-чуть правее или левее. И вот здесь тогда у вас появляется место для титров. Вы можете показывать здесь же картинки какие-то, инфографику, что-то прописывать тезисно. Просто когда вы готовите вот этот формат лекции, встаете перед камерой, просто помните о том, что вам нужно место для размещения графики. Так, сейчас пробегусь, две секунды. Ну и выбирайте, да, хороший свет. Если посмотреть на картинку с сиреневым фоном, то у меня свет, вы обратите внимание, он справа или слева от окна. То есть у меня окно сбоку. И это вполне нормально. В яркий солнечный день этого света вполне достаточно. Но если вы снимаете в пасмурный день, вот, например, в Сибири сейчас таки, ну, снегопад идет. И если я сейчас встану днем вот на этом, в сиреневом фоне, то у меня просто будет половина лица черная, половина серая. Это просто невозможно писать. В Питере, я думаю, что еще хуже обстоят дела с солнечными днями, поэтому либо встаете перед окном, ставите вот такой самый хороший лайфхак. Если у вас нет штатива, да, ставите прям вот камеру, берете и на подоконник ее ставите. Если вам не хватает высоты, добиваете книжками и ставите камеру. Либо телефон. Телефон тут тоже проще. Сейчас, подождите секунду. Вот прям лайфхак. Берете пластиковый стаканчик, вот здесь вырезаете такое отверстие и вставляете туда айфон. Можно не пластиковый стаканчик, можно, допустим, открытку, которая такой домиком сложена. Просто там же, в ней же отверстие вырезаете, вот так ставите телефон. Все, у вас штатив готов. И снимаете себя. Так вот, ставите этот импровизированный штатив с камерой на подоконник. Сами стоите, соответственно, напротив окна. У вас лицо очень хорошо освещено. Свет равномерный, такой мягкий, знаете, рассеянный свет. Очень хорошо на лице ложится без вот таких вот теней, без подсветки головы верхним светом. Я советую верхний комнатный свет вообще выключать. Пусть у вас будет лицо светлее, а фон более темный. Вот тогда, скажем так, вы, во-первых, визуально отделитесь от фона. Во-вторых, яркое лицо, оно гораздо лучше воспринимается на темном фоне, на любом фоне. Опять же, в раздатке я вам скину ролик, который посвящен только фону. Как выбрать фон. Если же вы снимаете с доской, и доска у вас не переносная, ну просто позаботьтесь о том, чтобы был хороший свет. Да, скорее всего, вам придется включить верхний свет, но тут уже нужно понимать, чем вы жертвуете. Давайте дальше. Съемка на камеру. Ой, прошу прощения, демонстрация. Это такое… Вот здесь солянка. Это могут быть и обзоры. Обзоры косметики, обзоры распаковки, когда вам приходит какая-то посылка. Или, например, Арифлэйм, пусть даже вам посылка пришла с этой косметикой, вы достаете, показываете, в какой она коробочке, как она классно упакована, какой классный дизайн у этой коробочки. То есть показываете упаковку, показываете, как вы легко открываете ее, достаете легко какой-нибудь заветный тюбик, и он самый лучший. Ну, к примеру. Это такие, понятно, что банальные примеры, таких миллионы, но на самом деле, когда вы делитесь своим личным мнением по поводу продукта, которую вы и применяете на себе, и продаете, гораздо, скажем так, лояльность клиентов гораздо выше к вам. Тут же к демонстрации я бы отнесла это, как сделать что-то. Не знаю, насколько для вас это актуальный формат, но я думаю, что тоже можно найти, как сделать, я не знаю, тут же еще про здоровье. А, как сделать макияж, да, во-первых, что-то я. И экскурсии. Ну, я уже говорила про то, что если вы уж ездите на какие-то мероприятия, это могут, на самом деле, даже если это не мероприятие, тематический рефлейм, вы можете просто показывать свою жизнь, да. Если вы, не знаю, золотой лидер, как вас правильно называют, золотой директор, и вы показываете, как вы отдыхаете, как свою реальную жизнь, да, то вот вы можете показывать, это прямо экскурсиями. Берете камеру и идете, показываете, говорите, вот, смотрите, вот это у меня есть, да, я вот очень долго работала, чтобы, не знаю, там, вот эту классную машину себе заработать. Ну, в общем, вам нужна ваша задача показать вашу реальную жизнь так, чтобы зажечь вашего зрителя. Вот в вашем конкретном случае не для того, чтобы он подписался на ваш канал, а для того, чтобы он купил, и для того, чтобы он стал вашим партнером рефлейм. То есть тут более такая глобальная задача. Дальше, интервью. Вот здесь я бы хотела прям призыв вам, такой, снимайте интервью ваших клиентов и ваших партнеров. Ничего лучше не продвигает ваш продукт и ваш бизнес, как отзывы. Самые лучшие продажи – это отзывы. Вот я сама грешу, честно, я сейчас слезно хожу по своим клиентам и собираю видеоотзывы. Нужно их записывать сразу. Вот вы провели консультацию или вы продали какой-то продукт. Запишите видеоотзыв. Это может быть буквально 2 минутки. Вот берете телефон, говорите, вот, пожалуйста, если не сложно, расскажи, пожалуйста, в двух словах, как прошла наша консультация. Честно. Если вам человек честно ответит на камеру, как все прошло, ну, вот я грубо говоря, да, и вы вставляете эти видеоотзывы в ваш канал либо в соцсети, либо на сайте, я не знаю, если у вас есть, доверие потенциальных покупателей к вам гораздо выше. Они гораздо лояльнее и быстрее идут на контакт. И вот по поводу съемки интервью, как нужно снимать. Смотрите, если у вас все-таки развернутое интервью, это не 2 минутки. Это, допустим, вы хотите снять интервью с экспертом с каким-то. Ну, я даже не знаю. Вы продвигаете, к примеру, какой-то продукт по здоровью и консультируетесь с врачом. И вот вы хотите показать вашу беседу. У вас есть два варианта. Вы можете снять, вот как в первом слайде, верхнем, где я и мой гость в приглашенном ролике, где мы сидим вдвоем напротив друг друга и мы вдвоем в кадре. Можно такой вариант использовать. А можно использовать только и в том числе кадр крупного плана, он более средний, где-то по грудь, по пояс вашего гостя. Так вот, а можно эти два кадра комбинировать? Как я делаю? Я беру обычно на съемку одну камеру. В начале съемки я ставлю камеру на общий план. Это вот, как вы видите, где мы сидим вдвоем. Кстати, тут вот частая ошибка начинающих, когда вы садитесь вот прям напротив друг друга, вот прям глаза в глаза друг к другу смотрите. Тогда камера, когда она, ну вот сбоку, вот это, к примеру, камера, вот когда она вас смотрит, что она видит? Она видит ухо. Ухо и профиль. И это не показательно. Ваша задача развернуться чуть-чуть, градусов на 30, наверное, к камере. Да, вы взглядом будете со своим спикером, но иногда ваша задача и смотреть на камеру в том числе. И тогда человек будет видеть хотя бы, ну хотя бы более или менее ваше лицо. То есть, если вы здесь обратите внимание, то что я делаю? В начале нашей беседы я ставлю камеру на общий план. Наговариваю какой-то текст на камеру, говорю, добрый день, сегодня мы разберем такую-то тему. Я пригласила экспертов в студию, пожалуйста, познакомьтесь. Эксперт говорит, здравствуйте, я такой-то, такой-то, мне очень приятно присутствовать. Это можно, конечно, сокращать, очень сильно сокращать. А потом я говорю, так, сейчас 2 секунды паузы, я переставлю камеру и ставлю камеру за собой. Сейчас я вот возьму. Либо вот здесь перед собой, я не знаю, видно или нет, не очень понятно, либо за свое плечо. Вот у меня, допустим, камера позволяет развернуть экранчик. Сейчас, секунду. И вот когда я ставлю за... не забываю снимать крышечки. Когда я ставлю камеру за собой, то я иногда могу поглядывать в экран, пишет ли камера, потому что у фотоаппаратов все-таки есть ограничения по времени и записи. Ну и так, на всякий случай, поглядываю в камеру, пишет ли она. Могу поставить камеру перед собой, чтобы уж наверняка видеть, записывает ли камера, правильно ли там, сфокусировано. Я не знаю. В любом случае, я советую всегда мониторить, что камера точно снимает. Так вот, ставлю камеру перед собой и настраиваю на средний план моего гостя. И тогда на монтаже я делаю начало общее, потом я делаю крупный план гостя. Да, мои вопросы могут быть в кадре, но ничего страшного, если меня при этом не видно. Не обязательно каждый раз переставлять камеру на общий план, потом на средний, потом опять на общий бегать. Это, конечно, очень сильно отвлекает от самой беседы. А суть этого интервью, собственно, записать быстро, как можно быстрее, без всяких, скажем так, ой, я здесь настрою, ой, давайте, а вот здесь вот так. То есть вы должны быть готовы заранее. Так вот, ну и в конце можно опять на общий план перейти, чтобы закончить просто это интервью логичное, чтобы у вас в ролике были такие блоки. Начало на общем приветствия, дальше содержание, несколько вопросов и дальше концовка. По поводу подготовки к интервью. У меня есть, ну, буквально, я думаю, что вы все об этом знаете, это подготавливайте вопросы заранее. Но вопросы должны быть открытыми, то есть они не должны ни в коем случае предполагать ответа да или нет, или не знаю, какие-то такие вопросы должны быть. Как вы думаете, а что бы вы сказали, если... Ну, в общем, придумывайте такой вопрос, чтобы на него спикер смог дать развернутый ответ. Так, открытые вопросы. А, еще не сказала. вот здесь, конечно, видео не видно, но на самом деле разница в росте между нами, вот между мной и героиней моего интервью очень большая. Я, на самом деле, очень маленькая, и когда я беру интервью, особенно стоя, для меня это, на самом деле, прям беда. Если я беру у кого-то интервью, я понимаю, что вокруг меня нет ничего, куда бы можно было присесть, я стараюсь брать камеру и поднимать ее выше, чтобы хотя бы чуть-чуть зрителям напротив глаз камеру ставить. Да, кстати, когда вы снимаете себя, камера должна быть на уровне ваших глаз. Так вот, если есть возможность, если вы видите, что разница в росте между вами и вашим гостем очень большая, хотя бы на голову, старайтесь присесть. Как только вы присели, все, композиция будет уже складываться, иначе у вас будет такой момент, что обычно в кадре, если стоя, я выгляжу вот так, а мой спикер вот так. Это не очень хорошо. Лучше, когда, конечно, вы смотрите друг другу в глаза и камера стоит напротив вашего, скажем так, на уровне вашего взгляда. Вот. Дальше. Еще один вид контента это постановочные ролики в Вайне. Это был тренд, наверное, прошлого года. И в этом году я вот боюсь даже прогнозировать, но очень-очень многие стараются снимать постановочные юмористические ролики. На самом деле вот в вашей тематике можно придумать очень много постановочных роликов именно с юмором. Тут ключевой момент, конечно, это юмор. Если его нет, то тут уже прям сложно с постановкой. Но это должна быть либо какая-то очень-очень красивая картинка с красивой историей, с сюжетом, либо вот такой юмористический какие-то фановые ролики. Но самое классное, что вот такие постановки юмористические они очень хорошо разлетаются. Это очень хорошее вирусное видео. В качестве вирусных видео чаще всего это все тоже постановка. Они, конечно, сняты так, как будто бы это случайность. Но на самом деле вирусные ролики для больших компаний это чаще всего постановочные заранее спланированы по сценарию. Давайте дальше. Как снимать? Если вы думаете, что снимать сложно, нужно очень много оборудования, то, как вы уже поняли, я надеюсь, что вы поняли оборудование, достаточно своего телефона. Я очень много снимаю на свой смартфон и особенно классно, что сейчас соцсети, все соцсети используют именно вот этот потоковое стриминговое видео и можно на свой смартфон просто не отходя далеко вот прям снимать здесь и сейчас. Это очень ценные кадры на самом деле. Когда зритель видит вас и видит вашу реальную жизнь, он точно знает, что это не постановка. Все-таки для облегчения жизни я рекомендую штатив. Я, к сожалению, сегодня забыла свой маленький микроштатив, который крепится куда угодно, но я на него ссылку дам в раздатке, либо ролик на него скину. На самом деле верхний слайд, где телефон с рукой, это на маленький штатив. То есть он крепится на какое-то крепление элементарное и у него ножки гнутся. Я его закрепляю допустим на какую-нибудь трубу, на перила и снимаю на фоне города. Или вообще чуть-чуть ножки загибаю и иду и несу его как селфи-палку, к примеру. Следующий девайс, который я бы хотела показать, это микрофон. Вот это микрофон накамерный. Посмотрите, какой он маленький. Давно вы видели такие маленькие миниатюрные девайсы, которые всем кажется, что чтобы снимать видео, нужно такое большое громоздкое оборудование. Я вас уверяю, уже производители уже давно поняли, что YouTube захватывает мир и они делают все для того, чтобы людям облегчить съемочный процесс. Камеры стали маленькие. Это не зеркальный фотоаппарат, это беззеркальный фотоаппарат, но у него есть сменная оптика. на него крепится микрофон, подключается в разъем и практически никакого веса. То есть микрофон амортизирует, никаких шумов, помех, зато вы идете и снимаете себя, либо снимаете окружающее пространство. Очень все мобильно. Если вы снимаете все же на телефон, на мобильный, есть такая же версия микрофона только для мобильных телефонов. Также можно снимать на петличку. Это маленький-маленький микрофончик цепляется на одежду и как телеведущие. Это вам позволит записывать более качественный голос, когда вы вещаете. Допустим, вам не нужно никуда идти, и вы знаете, что все ваши видео будет в студии снято. Тогда удобно. Но неудобно тем, что вы привязаны к камере. То есть вся фишка в том, в чем сейчас нужно снимать быстро, нужно снимать много, и нельзя делать так, чтобы быть зависимым от девайсов. Девайсы должны быть настолько компактными, легкими и удобными, чтобы вы просто взяли камеру и пошли снимать. Все. Но при этом было качество хорошее. поэтому я все-таки рекомендую брать микрофон. Если вы что-то говорите в кадре, давайте уважать зрителя и все-таки вещать с микрофоном. Иначе вы услышите все шумы. А если вы, к примеру, снимаете на фотоаппарат без микрофона, то микрофон находится вот здесь на самой камере. И все передвижения рукой, все настройки, это все слышно на видео. И это не очень так смотрит, слышится, воспринимается такой грязновато, я бы так сказала, мягко говоря. Вот. Но самый простой лайфхак, как сделать микрофон из того, что есть, это взять гарнитуру. Если вы снимаете на телефон, то лучше брать родную гарнитуру от этого телефона. У меня с собой под рукой нет. В общем, загибаете ее так, чтобы у вас здесь на конце был микрофончик. два провода на прищепку к одежде, подключаете в телефон и все, и поехали вещать. Все очень быстро и звук, этого достаточно звука для хорошего записи качества, для хорошей, для хорошего качественной записи. Все уже заговариваюсь. Так вот, просвет. Здорово, если он есть. Здорово, если есть светильники, здорово, если есть возможность сделать мини-студию у себя дома, но сейчас современная техника настолько светосильная, что дополнительного освещения уже не требуется. В крайнем случае вы идете в любой хозяйственный магазин, например, в Леруа Мерлен, я не знаю, нас, наверное, не все смотрят из больших городов. В общем, вы идете в обычный хозяйственный магазин и покупаете светодиодные уличные светильники, но они должны быть холодного оттенка. Устанавливайте каким-то образом перед собой. Лучше, конечно, не чтобы они вам в лоб светили, а чуть-чуть сбоку и чуть-чуть сверху, примерно вот так. Желательно на довольно-таки большом расстоянии. Делайте кадры, если вы понимаете, что тени слишком жесткие, ставите перед этим светильником листочек А4, а лучше, знаете, бумага для выпечки, она более тонкая, пергамент. Берете такой пергамент и накрываете этим пергаментом вот этот светильник. Светодиодные светильники не греются, они дают стабильный холодный свет. Со временем они могут перегорать и давать какой-нибудь розоватый или зеленоватый оттенок, но тем не менее, для того, чтобы снять несколько кадров себя от дома, особенно если у вас темно, этого света вполне достаточно. Он стоит до 10 тысяч рублей. Это я уже, конечно, такие хорошие светильники до 10. На самом деле можно и около трех найти, около трех тысяч. Вот. Дальше, как снимать? Конечно, о том, как снимать видео, можно рассказывать неделю, как минимум. То есть, например, мой курс по видеосъемке на фотоаппарат длится 21 день, плюс я даю еще людям время, две недели, у нас, как говорится, в подарок, но просто, чтобы люди успели воспринять всю эту информацию. На самом деле, очень много, что можно сказать. Но если вы просто решили снимать видео, и у вас есть фотоаппарат, переключайте в режим авто, если у вас есть телефон, просто снимайте и не паритесь. Единственное, что я хотела бы сказать про композицию. Старайтесь, чтобы объекты в кадре занимали как можно больше пространства этого кадра. То есть, если вы снимаете, допустим, себя, человек, вот смотрите, сейчас надо мной очень много пространства, вот оно не очень хорошо смотрится. То есть, голова вот здесь, здесь много воздуха, вот здесь, скажем так, когда нет информации вокруг меня, то эту картинку неинтересно смотреть, ее некомфортно смотреть. Как только я перемещаюсь, занимаю больше пространства в кадре, гораздо больше полезной информации в этом кадре, старайтесь не снимать, когда вы посередине. Чуть-чуть сбоку, вот прям две трети, наверное. Если вы обратите внимание на вторую картинку, где сетка вот прям на глазах, в каждом фотоаппарате в настройках, если вы посмотрите настройки вашего фотоаппарата и в телефоне тоже, есть такая штука, как сетка 2 на 2 или 3 на 3. Вот у меня в фотоаппарате называется 2 на 2, а в телефоне 3 на 3. И я однажды записывала видео для курса и понимаю, что ой, сказала 2 на 2, а на самом деле показываю 3 на 3. Ну, на самом деле это вот как переводчики наши перевели, так и будет. Сейчас, две секундочки. Так вот, если вы снимаете свою жизнь, если вы снимаете распаковки, предметки, если вы не только вы в кадре, то старайтесь показывать предметы и вещи с разных ракурсов. Сверху, снизу, чуть сбоку, через другие предметы, через зеркала, через стекло. Ну, то есть используйте как можно больше разных интересных ракурсов, чтобы у зрителя все равно было ощущение, что это видео динамичное, это видео интересно смотреть. Зритель настолько сейчас искушен в качественных интересных роликах, что ему зачастую очень скучно смотреть на однообразную говорящую голову, даже если фон меняется. То есть, если вы делаете какие-то, если вы ведете видеоблог, то делайте свои ролики интересными. Ну, собственно, если вы, допустим, говорите о чем-то и подтверждаете примерами, то эти примеры должны быть сняты с интересного ракурса, крупность кадра должна быть хорошая, то есть он, скорее всего, должен заполнять полностью кадр. Про композицию, ну, то есть, если про композицию, допустим, вам интересно, кто только не писал, у меня вот, если обратить внимание, вот здесь сверху на втором слайде написано, у меня специально отдельно ролик снят про композицию. Про освещение в кадре тоже можно посмотреть на нашем YouTube-канале, называется просто фильм латиница или на русском просто фильм. Там очень-очень много полезных разных роликов на узкую тематику, то есть, если уж вы задались целью снимать видео, то просто уделите время, хотя бы несколько, ну, хотя бы 20-30 минут в день просто для изучения этого нового, для вас, если это, ну, как бы, новое для вас, просто уделите этому время. Как монтировать? Вот у большинства людей на самом деле ступор возникает именно на процессе монтажа, то есть, они отсняли видео, все классно, то есть, они даже очень классно говорят, они очень хорошо подают, энергетика чувствуется через кадр, но вот на процессе монтажа они могут залипнуть очень долго. Я сама не люблю монтировать, то есть, я это делаю быстро, хорошо, но я не люблю. И если мне уж нужно смонтировать, то я прям себя так в руки беру и так, надо. Но есть на самом, ну, то есть, если у вас нет времени монтировать, если вы не хотите в этом разбираться, вы можете доверить это специалисту. Сейчас очень популярные услуги, это видеомонтажа, вы просто отсылаете видеоматериал человеку, он вам делает ролик, то есть, вы ему прописываете, что нужно, что бы вы хотели передать, какую бы вы музыку, например, хотели вставить или в каком порядке разместить какие-то кадры, он вам все делает. Но самое классное и самое быстрое это научиться монтировать самому. И вот здесь я вам, опять же, я вам подготовила несколько легких, простых программ, в которых вы можете быстро научиться монтировать. То есть, по большому счету, для ведения видеоблога не нужно учиться какому-то супер-пупер монтажу сложному. Нет, на самом деле нужно научиться, как склеивать кадры между собой, в каком порядке они должны идти, как научиться делать динамичный монтаж, ритмичный монтаж. То есть, когда вы слушаете музыку, под которую вы монтируете, у нее есть ритм и темп, если вы выкладываете аудиодорожку, вот этот звук, и там есть такие пики. И вот эти пики, они повторяются примерно в одно и то же время. Это бит. Вот под этот бит желательно монтировать. То есть, каждый бит – это стык, либо каждые два бита – это стык между разными кадрами. То есть, это если вы монтируете какой-то ролик под музыку. Самый такой мой лайфхак, который я очень люблю, он не всегда получается. Если я знаю, под какую музыку я буду монтировать, я просто ее закачиваю на телефон, вставляю наушник в ухо и иду снимать. И вот тогда у меня получаются кадры вот в том ритме и в том темпе и с тем настроением, как они должны быть. Я просто потом ставлю все это на дорожку. И знаете, такое ощущение, что монтаж он сам идет. Ты просто режешь, а он встает, вот эти стыки кадра друг к другу. И такое ощущение, что они там и были. Я понимаю, что это все приходит с практикой, но в какой-то момент вы поймете, что когда вы словите вот это настроение, когда кадры ложатся сами рядом друг с другом в нужном порядке, в нужном ритме, это самое такое ценное, самое классное ощущение. Как уже говорила Яна, обязательно нужно делать фирменный стиль оформления. У вас должна быть хотя бы элементарная заставка. И эта заставка должна повторяться из ролика в ролик. Если у вас разные рубрики, вы можете применять разные цвета. Вы можете у меня на канале посмотреть последняя картинка, где просто фильм, название. Мы шапку будем переделывать. Тут вообще очень много, на самом деле, чего можно переделать и доработать. Нет предела совершенства. Мы когда сделали вот это, когда я думала, о, как классно. Прошло уже, наверное, месяц-три, что бы еще это переделать. То есть перфекционизм это такое, его нужно, скажем так, вовремя останавливать. Но делать фирменный стиль нужно обязательно. Во-первых, будут зрители узнавать лучше. Во-вторых, воспринимается видео гораздо более, скажем так, воспринимают как более крутого, что вы делаете качественный контент. А качество, как вы сами понимаете, оно ценится. Монтаж можно делать прямо в телефоне. Я скину несколько приложений, тоже бесплатных, для монтажа. Динамичный монтаж. Сказала, подбор музыки. Ну, опять же, подбор музыки, конечно, под настроение. И я уже говорила, что я скину вам несколько ресурсов, где вы можете скачать бесплатную музыку для монтажа. И программа для монтажа тоже. А, программа для монтажа. Есть, конечно, бесплатные программы. И чаще всего бесплатные версии программ есть практически у всех производителей. Но я все-таки рекомендую брать хорошие, качественные программы и чуть-чуть доплачивать. Но, тем не менее, у вас будет стабильная работа в этой программе. У вас не будет водяного знака сделано в этой программе. Я скину скидку. У меня есть скидка на некоторые программки для монтажа. Если вам будет интересно, можете просто прокликать, посмотреть, попробовать в этой программе помонтировать. Если вам понравится, то вы можете воспользоваться скидкой на покупку этой программы. Так. Ну, я думаю, что все. Вопросы. И тут мне дают прям список вопросов, я думаю, да? Я попробую, может быть, зачитать. Погромче, нет, я не буду в кадре, я буду просто зачитывать. Хорошо. Итак, друзья, можете сдавать в онлайне, да, и, соответственно, я буду транслировать в качестве интервьюера выступать. Так, про микрофон, петличку беспроводные уже ответили, они бывают. Беспроводные петлички, да. Если сориентировать по цене, то беспроводные петлички качественные, от 15 тысяч. Не нужно за дешевыми аналогами бежать. точно радиопетлички не стоит заказывать из Китая. Точно. Потому что радиочастота, просто это я проверила на своем опыте, обожглась и больше не заказываю радиопетлички. Но, допустим, с Алиэкспрессом можно заказать вот такой микрофон. Вот. это оригинальный, но он тысяча на две дешевле, допустим, чем в магазине, в официальном. Заказан с Алиэкспрессом. Дальше вопрос. Ну, это ко мне, где будут ссылки на обещанные ресурсы. Друзья, ссылки на обещанные ресурсы, мы все это соберем в одном месте и в виде одной ссылки разошлем через наших АСМО, через АМО, через нашу сеть, через нашу структуру Алиплейм и в ваши чаты это обязательно попадет. Безусловно. Ну и плюс, соответственно, в описании к этому видео я тоже по максимуму добавлю ссылку. Поэтому вы можете зайти, это будет уже, наверное, завтра, соответственно, и по этой ссылке скачать. Вы можете сейчас посмотреть вот эту ссылку записать и прямо сейчас вы можете уже скачать то, что я для вас подготовила. Если вам еще какие-то вопросы остаются, поделиться на что-то еще полезное, пишите вот поэтому на этот имейл, я вам с удовольствием отвечу. Еще вопрос. Какая у вас камера или какую камеру лучше приобретать? Вот здесь, смотрите, у меня камера, у меня несколько камер, но я, вот видеоблог я снимаю чаще всего вот на это. Это Samsung NX20. Это на самом деле не самая крутая, у нее очень много ограничений, но самое классное то, что, скажем так, честно, вот сейчас не знаю уже. Какой вариант? До 50 тысяч вы можете купить очень крутую камеру беззеркальную. Знаете, самое классное? Самое классное снимает, даже если вы решите зеркальную камеру брать, можно купить бэушную камеру. То есть, если вы начинаете и, допустим, качество телефона вас уже не устраивает, вы можете купить бэушную камеру DSLR Canon 550D. Смотрите, критерии, по которым я бы отбирала камеру именно для видеоблога. У нее должен быть поворотный экранчик. Вы должны видеть, что вы снимаете, когда вы снимаете. У нее обязательно должен быть выход для микрофона. Смотрите, чтобы была сменная оптика. Сейчас есть очень много камер, которые оптика встроенная, она не очень такая, скажем, видно, что отличается картинка. То есть, если вы хотите прям картинку, как профессиональные камеры, зеркальные, как фотографии выглядят хорошо, то выбирайте камеру со сменной оптикой и не берите штатный объектив. Здесь уже не напишешь. В общем, смотрите, вот здесь обычно на кольце объектива здесь есть такое понятие, как f-стоп. 1,2. Это значит, что диафрагма у этого объектива 2. Есть 2,8, есть 1,8. Вот чем меньше число диафрагмы, тем объектив ярче, светлее. Он вам выдаст более яркую картинку. Вот такой порядок. Просто смотрите, чтобы у объективов иногда бывает 1,2,3,5-5. Вот эти объективы, во-первых, очень темные, во-вторых, когда вы будете менять выдержку или диафрагма, я уже в дебри выдержку, я уже в дебри полезла, то картинка будет темнее или светлее, то есть она автоматически будет подстраиваться. если вы, допустим, зуммируете, то на 16, когда вы снимаете общий план, картинка, где все-все видно, у вас будет очень светло, когда вы зуммируете, увеличиваете картинку, когда, допустим, увеличиваете до крупности лица, то картинка будет гораздо темнее. Вот в этом неудобство вот этих штатных объективов. Поэтому старайтесь, даже если вы приобрели зеркальную камеру, сразу же поменять оптику. Пусть это будет, ну даже на примере Canon, даже если это будет объектив самый дешевый, 50 мм с диафрагмой 1.4, а это очень-очень светлый объектив, он стоит в районе 5000. И вам этого объектива вот вообще за глаза. Вопрос, какая марка телефона у вас? У меня Samsung A5 тоже не самый крутой. Это Samsung A5 2017 года. Скажем так, я недавно обновила. До этого у меня был Galaxy чего-то там Note 3, вот, Note 3, который был куплен в лохматом 2013, 12, 12. Ну, неважно. В общем, я не говорю, что я снимаю на флагманские модели телефонов. Нет. На самом деле, просто смотрите, чтобы в телефоне была камера, чтобы там была достаточно пикселей. А, ну, еще момент. Фронтальная камера снимает гораздо хуже, чем основная камера. То есть, если вы снимаете видеоблог, вы снимаете себя, понятно, что удобнее, конечно, фронтальную камеру говорить. еще фишка, когда я только начинала снимать на телефон, очень большой соблазн смотреть на экранчик. Нет. Нужно себя тренировать и смотреть в камеру. Это очень сложно на первых порах, но очень быстро привыкаешь. Просто привыкаешь смотреть боковым зрением, примерно отслеживать картинку. даже сейчас у меня камера вот здесь, вот здесь оказывается камера, вот, а смотрю, ну, то есть, показывают меня здесь. То есть, мне приходится смотреть боковым зрением, следить, правильно ли я сижу, как я расположена в кадре. Это при том, что я сижу и не двигаюсь, да, если я иду, а рука трясется, не знаю, там, устает и так далее. То есть, кадр может съехать чуть-чуть. В какой программе вы редактируете видео с титрами и картинкой? С титрами и картинками можно редактировать в любой программе, в любом приложении. Другой вопрос, что приложения нас немножко ограничивают по картинкам и по титрам. То есть, у них есть стандартные шрифты, у них есть стандартные, скажем так, расцветки, какие-то, ну, штуки, которые, скажем так, не все наши креативные задумки готовы исполнить. Приложения, конечно, больше ориентированы на то, чтобы вы склеили видео, вставили какие-то титры. То есть, там нельзя, допустим, две картинки друг на друга наложить. То есть, в телефоне, допустим, невозможно сделать такое, что вы в кадре, а вот здесь картинка вторая. Титры, да, можно, картинка, нет, нельзя. Но список программ я вам вышлю. Это все будет в раздатке. Самая такая, последняя, мне понравилась программа, Мувави, Мувави Сьют. У меня есть скидка на нее 20%. Я в ней монтировала, конечно, я сама монтирую на Маке, Final Cut, то есть, это профессиональная программа. Но, когда я записывала курс для своих студентов, я, конечно, прошерстила очень много программ легких, скажем так. И знаете, что они оказались не все легкие, они не все юзер-френдли, они не все понятные, скажем, интуитивно понятны. Мувави мне показалась такая удобной, очень похожа на профессиональные программы. Конечно, там есть ограничения по функционалу, но для того, чтобы сделать видео для YouTube, для видеоблога, вполне достаточно. Она очень простая в использовании. Мне очень понравилось. Дальше. Где вы учились этому, спрашиваю? Смотрите, я снимаю видео, наверное, класса шестого, когда у меня появилась первая видеокамера. До студенчества я снимала все на эту видеокамеру. Помните, вот такие бытовые home-видео? Потом в универе я снимала уже на более профессиональную технику. Училась я, то есть первое мое образование это инженер связи. И вот там мне настолько скучно было учиться, что я сделала телевидение студенческое. Там была видеостудия, я пришла к ним, говорю, ребята, давайте делать передачу. Они говорят, ну давайте, вот тебе камера, иди снимай. И тогда у меня было, получается, четыре года, я не с первого курса начала это делать, четыре года для того, чтобы прокачаться в съемке. потом я долго работала, ну как два года работала фрилансером, снимала всякие свадьбы, дни рождения, всякую, ну вот, даже не хочется вспоминать, если честно. А потом в 2010 году я уехала в Нью-Йорк и поступила в Нью-Йоркскую киноакадемию, там я отучилась на кинооператора, то есть я вообще кинооператор, снимаю художественные, документальные фильмы, рекламу, ну и вот, наверное, с 2015 года я вот видеомаркетингом больше занимаюсь и снимаю документальные фильмы, потому что в Сибири художественные фильмы не снимают, к сожалению. Стоит ли глаз за качеством 4К? Смотрите, 4К в тренде, YouTube, конечно, он не ранжирует лучше 4К видео, но это, за этим будущее. Если у вас есть возможность покупать фотоаппараты с функцией 4К записи видео, то, пожалуйста, да, ну это просто, скажем так, задел на будущее. Еще года два 4К не будет таким популярным, даже может быть больше, потому что, во-первых, это не только камера, которая снимает 4К, это еще и компьютер, который обрабатывает это видео. То есть 4К весит довольно много, нужен мощный компьютер, чтобы обработать видео, смонтировать его. Допустим, программы, которые я вам даю, они не потянут 4К. Вот я пыталась, хотя, прошу прощения, я снимала 4К, я пыталась смонтировать в Муваве. Он потянул, было сложновато, конечно, монтировать, но, тем не менее, он справился. Просто, скорее всего, нужен помощнее компьютер. А так, я думаю, что практически любая программа может справиться. Юлия, ему дублирует вопрос, и дублирует, вернее, в любом мире повторяется, а на какие особенности при покупке телефона обратить по камере, чтобы было нормальное качество? Да, нормальное качество современных телефонов. Вы же не будете покупать Nokia 2008 года, где было 2 мегапикселя. Вы же все равно покупаете, но какие-то... То есть, все-таки разрешение, да? Да, конечно. Разрешение сейчас у всех камер в телефонах Full HD 1920x1080. Этого вполне достаточно. То есть, с этим же разрешением снимают и фотоаппараты. Конечно, чем круче телефон, чем он дороже. То есть, допустим, в новых айфонах там хоть 3D с ним. Ну, не 3D, конечно, я утрирую, но там гораздо больше функционала у камер. Вы знаете, что? На самом деле, когда вы будете спрашивать в магазинах про камеру в телефонах, вам продавцы могут говорить о том, что это самая крутая камера в телефоне. Смотрите, у нее вот такая функция. И вот тут вот эта камера, она даже сглаживает кожу. Если честно, в моем телефоне на фото есть функция сгладить тон кожи и увеличить глаза. А, нет, сузить лицо и увеличить глаза. Все эти фишки, они работают только для фото, для видео ничего не работает. Видео, вот как оно снимается, так оно снимается. Поэтому, если вы выбираете телефон для съемки видео, то они ничем практически не отличаются. Камера. Константин спрашивает, список с сайтами бесплатной музыки, которую вы дали, надо в описании на ютубе указывать, какую музыку используете? Желательно, но не обязательно. Если это музыка без авторских прав, то можете вообще ничего не указывать. если вы берете, если вы договариваетесь с музыкантом, у которого заявлены права на какой-то трек, то вы с ним договорили заранее, он вам дал разрешение письменное. Это очень важно. И вы указываете в описании, что трек принадлежит этому человеку, то скорее всего, ютуб, ну, то есть с меньшей вероятностью будет вас спрашивать вот это разрешение. Но, тем не менее, на какое-то время он заблокирует ваше видео для проверки подлинности, есть ли у вас действительно авторские права на этот трек, то есть есть ли у вас разрешение на использование этого трека. То есть там буквально два-три дня, но тем не менее, потому что в ютубе проверяют ребята все вручную, поэтому это затягивается так долго. То есть если вам нужно оперативно выдать ролик, не используйте музыку с авторскими правами. Ну, это правда, это такая заморочь, чтобы доказать ютубу, что у вас действительно есть права на эту музыку. Можно, конечно, заранее договаривать с авторами, но вот не знаю, есть ли в этом смысл. Не особо вижу. Ну, все на ту же самую тему. Сколько пикселей телефон лучше в виде мегапикселей камеры? Чем больше, тем лучше. Я думаю, что здесь такой вопрос. Это больше маркетинговые штуки. Когда вам говорят купите наш телефон или купите наш фотоаппарат, потому что у него 12 пикселей, а не 10 мегапикселей, а не 10, то это вот абсолютный маркетинг. Они ничем не отличаются. Тут, знаете, даже вот когда при покупке фотоаппаратов то же самое. Вам говорят, в нашем фотоаппарате 24 пикселя, а вот в другом 12 пикселей. Разница не в пикселях, разница в размере матрицы. К примеру, сравните размер матрицы вот на этой камере и вот на этой камере. Вы же сами понимаете, что размер матрицы имеет значение. От размера матрицы зависит светочувствительность картинки, ну не картинки, камеры. То есть, конечно, светочувствительность влияет еще и объектив, и диафрагма, и там еще много-много факторов, но размер матрицы это вот первоочередное. Поэтому не ведитесь на все эти маркетинговые штуки, а вам нужно… Но есть какой-то минимум, может быть, в мегапикселях, от которых… Я думаю, что не меньше 12. Ну нет, не меньше… В телефонах не меньше 8. Я думаю, да. Я думаю, что да. Вопрос такой от меня больше, наверное, да. Я, вот Мария, честно скажу, мне иногда много просматривают наших лидеров выступлений на ютубе, вебинаров, вот такие же, как мы сейчас с вами обещаем. Вот. И очень часто обращаешь внимание на то, что, собственно, сам спикер, он… У него освещение не очень, у него там фон не очень и так далее. Может быть, вот вы как специалист дадите какую-то вот такую однозначную рекомендацию сейчас для наших лидеров, чтобы они в конце концов вот уже точно знали, какие стандарты соблюсти раз, два, три, чтобы, соответственно, в дальнейшем видео было смотрибельным. Ну, резюмируя все, что я говорила, по композиции старайтесь занимать как можно больше площади в кадре, старайтесь выбирать самое светлое место в доме, вставайте напротив окна, этого достаточно. Если это вечер, наши лидеры вечером часто выходят в эфир, как мы с вами. Ну, ставьте тогда дополнительное освещение. Пусть это будет настольная лампа, но с рассеянным светом. Поставьте их две рядом. Ну, то есть, конечно, не вплотную, но хотя бы на расстоянии метр от вас должен какой-то быть источник света. Не сверху, не сверху на вас светить вот так. Даже сейчас у нас видно, что лампы сверху и тени немножко. Ой, прошу прощения. Немножко тени такие, не очень. Если бы свет был чуть-чуть ниже и больше сбоку направлен, то глаза были бы лучше подсвечены. Вот это такие больше уже мелочи. Конечно, очень классно, когда у вас контент и содержание роликов, которые вы даете, если оно цепляет, то зритель будет вас смотреть при любом качестве. Но для новых зрителей вы должны зацепить и картинкой, а потом уже содержанием, потому что в первую очередь человек обращает внимание визуально, а потом уже воспринимает через несколько секунд, что же ему дают именно, какое содержание ему дают. Ну и фон, видимо, фон тоже должен быть. Да, по поводу фона не отвлекающий, конечно, не снимайте на фоне шкафов, цветных обоев. А, еще самое главное, не прижимайтесь к фону спиной. То есть примерно соблюдайте расстояние от фона, ну примерно полметра хотя бы, а лучше метр. Если вы ставите свет особенно, то отойдите от фона как можно дальше, чтобы не было тени. Ну, какие-то такие элементарные. Опять же, я ставлю видеоролик о том, как выбрать фон и все, ну, очень много роликов с такими вот советами. Они вроде как будто бы мелкие, да, советы, на самом деле они очень важны. Вот, и на нашем YouTube-канале можно все эти штуки посмотреть. Ну и завершающий, наверное, вопрос, собственно, как вас найти в Instagram? Instagram slash просто.film 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 Все друзья очень просто. Да, скачивайте раздатку по вот этой ссылке, которую вы сейчас видите на экранах сверху, и там будут все ссылки на меня, там будут все ссылки на нашу школу, на Instagram, на YouTube. Пожалуйста, пишите, не стесняйтесь, вот я всегда рада помочь. Все? Давайте, я передаю слово. Да, друзья, тогда не будем менять, мы прям вот как-то вот так это сделаем. Итак, огромное спасибо спикерам, много технической, эмоциональной, мотивирующей, ну и просто, что называется, практической и вот своими руками сделанной информацией. Я думаю, что это время мы провели не зря, соответственно, мы посмотрели на видеомаркетинг с разных сторон, может быть, не со всех, но у нас еще есть время и мы приблизительно раз в месяц будем возвращаться и в рамках нашей онлайн-академии снова продолжать постепенно, шаг за шагом, поэтапно, не торопясь, но основательно прорабатывать скилсы, навыки, необходимые в современных реалиях для того, чтобы удачно рекрутировать. Безусловно, основа MLM-индустрии, она не меняется, соответственно, рекрутирование, спонсирование, обучение, все остается прежним, но меняются или помогают, скажем так, как появляются новые инструменты и мы, друзья, с вами будем, надеюсь, успешно их осваивать. На этом у нас все, спасибо огромное всех тех, кто пробыл с нами все эти два часа, кто не успел, возможно, посмотрит в записи. Увидимся в новых выпусках, до скорых встреч!